Девушки отдыхают 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 На концовку второй встречи в Казани Анна Макарова. И она заслужила место в старте вчера в поединке. Но вот обратная ситуация случилась. Уже ее пришлось менять после двух партий. И Ева Янева тот матч до конца доиграла. Не знаю, судя по цифрам, к сожалению, я в этот момент работал на матче мужских команд. Не видел этого поединка. Судя по цифрам, Янева тоже отнюдь не блистала. Такие достаточно скромные показатели в атаке. Не провальные, но и не выдающиеся. Так что здесь, я думаю, Сергей Овчинников с одной стороны резерв, а с другой стороны какая-то недосказанность существует. Ну и момент, который очень важен до столичного «Динамо». Как выяснилось, важен архиев. Это как сыграет Наталья Гончарова. Ну, конечно, такой матч, какой она выдала в Казани, победный для ее команды. 41 очко. Такие вообще в волейболе редкость. Еще большая редкость они в решающих матчах, финальных. И повторить такие вещи на заказ практически невозможно. Хотя ничего, в общем-то, нереального, наверное, не бывает. И в женском волейболе, мы знаем, бывает абсолютно все. И возможности Натальи Гончаровой тоже хорошо известны нам. Но из них хорошо известны и казахскими. Девушкам, которые вчера смогли по большому счету с ней справиться. Не выпустили ее там за 40% эффективности. Большего, наверное, и не требуется. В том случае, если Гончарова не подключила поддержки от партнеров. А так оно, судя по всему, и было. Грюн ее закрывает. Сразу заработал казанский блок. Две атаки. Его бойчка именно этим элементом Казань набирает. И выходит впервые в этом матче вперед. 2-1. Мария Бабешина. Хорошая подача. Янио с большим турбом до мяча добирается. Приемом это назвать сложно. Гончарова находит такой элегантный выход. В общем-то, таких обманных ударов по задней линии мы не увидим нечасто. Она атакует всегда на силу. Здесь было на исполнение. Исполнение было ювелирное. Мы видели, мяч практически в линию попал. Видимо, не согласна с этим Екатерина Гамова, которая высказала какое-то недовольство. И сейчас арбитр Евгений Макшанов из Санкт-Петербурга подозвал ее. Ну, возможно, поставил на вид, что не надо, особенно в начале игры, когда стали очевидные моменты, нагнетать сразь. Ну, да, мы опытный игрок, я думаю, на суде и поддавить. У нее авторитет колоссальный. И она это знает, и она это умеет использовать. Так что здесь все очень интересно. Хотя, по факту, капитан команды, по-моему, Мария Борисенко, Бородакова сейчас на скамейке запасных находится. Вообще редко центральный блокирующий делает капитаном. Не то, чтобы эта большая редкость, не очень рекомендуется это делать, потому что, сами понимаете, в трех расстановках игрок этого амплуа отсутствует на площадке, а тогда надо все время играющего капитана назначать. То есть арбитры должны сдержать не только, кто там капитан, но и кто ее замещает. А ведь бывают еще замены, так что дополнительные кикс-словности могут тут возникать. Касание блока разглядел сейчас рефери. Гамова на сей раз с ним согласилась. Хотя мяч летел в аут и попал в аут. Да, касание там было, ну, совсем незначительным. Разве что рядом с арбитром это все происходило, и он его увидел. Махно. Ну вот последние матчи показали, вы знаете, что побеждает та команда, где лидер, а лидеры явные, и Гамова, и Бенчарова, тут ничего доказывают не надо, получает помощь от кого-то из доигровщиков. И если во второй игре это была Анна Макарова в «Динамо» московском, то в третьей, вчера просто блистательно сыграла Леся Махно. По-моему, 16 очков она набрала, 58 процентов атак, причем даже атаковала она больше, чем Ларсон, ее коллега Пампула, что бывает совсем-совсем нечасто. Если Махно с этим же настроем сегодня сыграет, у москвичек появится вновь дополнительная головная боль, дополнительные проблемы и дополнительные вещи, которые придется решать уже по ходу этого матча. Макаравная борьба, 5-4, но мы уже видели, что Казанский блок сработал, вот сейчас остановили Гамову, правда, заужена была эта передача, и у Гамовой только-только ходовое направление оставалось, она аккуратно в него била, понимая, что поверх блока пройти не сумеет, ее подстраховали, и, пожалуйста, сейчас с касанием блока, а чего-то свои команды вновь набирает Леся Махно, вот уже два очка за этот короткий отрезок у доигровщики столичного «Динамо», тот момент, на который, повторюсь, следует обратить внимание. Неудачная, откровенно неудачная передача, и тут Янива ничем не могла помочь своей команде, но могла каким-то чудом попытаться извернуться и сохранить этот мяч в игре, но не добралась до него толком. Тут еще вот это давление блока, которое над тобой нависает, оно тоже присутствует, как вы понимаете. Вот классно, сейчас Джордан сыграла в защите, словно знала, куда, наверное, может быть, даже и знала, ведь все это изучается и записывается, куда будет Морозова обманывать. Подняла мяч, но не помогло это ее команде, потому что Ева Янива свое веское слово сказала в этом розыгрыше. 7-5 сохраняет Динамо вот на таком расстоянии, где можно все-таки бороться за сет. Три очка – это не пропасть для женского волейбола, это и вовсе не очень много, но это преимущество сейчас у казанского Динамо, которое вот с этим преимуществом очень неохотно расстается. И команда, получив наглядный и такой запоминающийся урок во втором матче на тему, как можно упустить победу, держа ее в руках крепко и надежно вроде бы, сейчас, конечно же, постарается этот урок учесть. Ситуация складывается, в принципе, во всех трех матчах одинаково. Казанская Динамо захватывает инициативу, может быть, первая игра стояла с обьяком там до счета 20-20, была разная игра, но потом вот все пошло по этому сценарию. Было так же в том матче, который Динамо Московская выиграла, так что удивляться вот этому стартовому урывку казанской команды не следует. Умеют входить в игру, стало быть, умеют настраиваться, это тоже очень важное умение. В таких матчах один выигранный сет – это огромная фора, а если москвички вновь будут всю первую партию раскачиваться, будет им очень сложно. Вот сэрфы приема. Понятно, что всего сыграно не так уж и много, но у Казани пока идеальный прием, и этим все сказано. Москвички свои очки набирали даже непростыми атаками гончаровой на тройном блоке, мы это тоже должны понимать. У Казани были варианты, и вариантов было больше. Ну и плюс блок, конечно, который работает. Сейчас вновь хорошая атака. Вновь. Гончарова, по-моему, это было. 8-6. Сегодня она с первых минут попала в игру. Это такой грозный знак для казанцев. Есть чем ответить с другой стороны. Блестящая атака Марии Борисенко по линии. Часто она обманывает в этом направлении, и приходится защитнику невольно подтягиваться поближе. Но сейчас и забило так близко, что как бы защитник не стоял, делать ему там было нечего. И теперь Борисенко на подаче. Москвички вообще мало используют первый темп, используют его не так эффективно, как это у казанской команды. В некоторых матчах получалось вчера. В общем, по большому счету ни у тех, ни у других. Игра в центре сетки таким сильным оружием, наверное, не стала. Но если у Казани были другие аргументы, то вот динамок в Москве не нашлось. Недоумевая, в стане казанской команды, как можно не разглядеть ваут там, где он очевиден, потому что все буквально в ногах было у Рисата Гелезудинова. И мы видим даже на этом повторе, что мяч завышел там, ну, на добрых сантиметров 30. Это ошибка. Ошибка прежде всего линейного судьи. Ну, а теперь ошибается Вера Улякина. 10-7. Тот мяч был брейковый. С одной стороны, конечно, обидно его не заполучить. Было казанскому динамку. С другой стороны, ситуация по большому счету пока не изменилась. Венчарова не ставил задачу считать задние атаки. Ну, вот такое ощущение, что 4 из 4 она забила. Ну, может, какой-то мяч в игре и остался, по крайней мере, пока она не проигрывала. И в том матче, когда москвички победили, по-моему, что-то там порядка 69 атак у нее. Ну, около 70. Помню цифру, так, может быть, точно не запоминал. Около 70 атак у Венчаровой было. И она справилась блестяще тогда с этой нагрузкой. Так что, говорить о том, что вот слишком много ей пасуют, может быть, это как раз не тот случай. Если Гончарова вот так в огне, то попробуй ее останови. Она 16 очков набрала в четвертой партии. Вот, не знаю, может быть, это и вовсе какой-нибудь рекорд близкий к мировому на таком уровне. Не фиксируются такие вещи, к сожалению, в волейболе. И те протоколы, которые можно встретить в интернете, они набор очков по сетам не предлагают. Поэтому, в общем-то, трудно такие вещи отслеживать. Но тут как раз был удобный момент. И коллеги мои, которые в Казани на игре находились, смогли это уточнить у статистиков. И вот такие цифры появились в России. Ну, а тем временем московская «Динамо» выходит вперед и начинают ошибаться их соперницы. Вот эта игра Гончаровой вольно-невольно заставляет казанская «Динамо» дергаться, нервничать. И мы видим ошибки, те, которых вроде не должно было быть. Притом, что нет провалов таких явных в приеме. Есть неудача в завершении атак. Ну, все в этой партии еще впереди. И партия очень важная, повторюсь. Больно уж легко в двух из трех матчей, даже, наверное, во всех трех, просто в первом это случилось несколько позже, казанская «Динамо» первый сет выигрывала. И вот, пожалуйста, четыре очка к ряду. Динамо «Динамо» Блестящая атака. По пятой зоне. Так глубоко под заднюю линию сложно таким атакам противостоять. Мы видим, ничего не смогла поделать даже Светлана Крючкова. Уж какой умудренный опытом защитник. Первый темп у «Москвичек». Его внимательно отслеживают. И тут же вновь на «Гамову». Ну и пошла вот эта дуэль «Гамова-Гончарова», которую ждали, которая украшает наш волейбол. И которая в этом матче, похоже, становится определяющей. Но это и должно было так быть. Но я смотрю, сейчас загрузка для первой партии очень велика и на ту, и другую. Что лишний раз говорит о том, что какой важный этот сет Янева. Ну а с другой стороны, если другие не забивают, что остается, да? Пожалуйста, Ева Янева не смогла один в один обыграть Лейсу Махно. Но Лейсу Махно очень классно блокирует в краю сетки. Она, собственно, всегда там блокирует. И у себя в четвертой зоне, как мы видим, во второй. Нередко добывает очки для своих команд. В прошлом году, напомню, она выступала в столичность «Динамо». И сборной России. Ну тут много игроков, которые и вместе проиграли, поиграли и друг против друга. Мария Перепелкина при этом не выполняет подачи. 14-12. Очень быстро меняется ситуация. Уже лидерство несколько раз переходило из рук в руки. И вот Регина Мороз на подаче. Ее подача стала неприятным откровением для москвичек. Вроде бы никогда не считалась она одной из лучших подающих. Но с трудом справлялись с ней, особенно в первом матче. Вновь касание блока. Опять к изумлению казанской команды. Там и Гамова, и Борисенко. Вновь бегут к арбитру. Разводят руки Решат Гелезудинов. Было касание блока. У нас-то есть повтор. И мы видели, как по пальцам Марии Борисенко мясо задел. 14-13. Здесь реферер разобрался здорово. Первый темп у Борисенко. Видите, что-то без забеганий за голову. Зону сыграла. Не так часто, кстати. Борисенко умеет перед связующим играть. Не так часто она так далеко от него играет. Вот смотрите. Где-то метрах в двух, наверное, от Марии Шишейной. Эта зона игралась. И словно была блестящей. Потому что блокирующие поняли, в чем дело. Начали сдвигаться друг к другу. Но вот стык закрыть уже не успевали. Гамова. Блестящий играет на задней линии Крючкова. А Ева Янева двойной блок отыгрывает. Ушла там Леся Махно на заднюю линию. Или четвертая зона поменялась. Но вот сам факт, что блокировала Бобешина. У нее так здорово с Борисенко не получилось. Наверное, слишком много линий закрывали. Янева, кстати, в линию не так уже часто атакует. Но умеет это делать. Тут надо с этим считаться. Грюн теперь. Она уже на передней линии. И у нее проблем в атаке побольше. Гончарова. Сейчас касания не было, конечно. Дело в том, что Наталья сейчас не попала как следует по мячу. Не сумела кистью его подработать. Так, снизу-вверху на нее ушел. И чуть-чуть выше блока все-таки проскальзивая. 16-14. Второй технический таймал. Пока ничего не ясно в этой партии. Но по-прежнему есть ощущение, что Казань контролирует все-таки ход этого сета. А с крышком надо включаться и включаться в защите. Добавлять. Хотя вот последние пару мячей не подняли. Но там точно в руку было нападение. И Крючкова, и Гончаровой. С учетом того, что крайний нападающий блок обыгрывается с трудом, надо все-таки быть таким нацеленным постоянно на постраховку этих игроков. Здесь москвички могут играть значительно эффективнее. В качестве талона предлагается вторая половина второго матча этой команды в этой серии, когда, ну, действительно, временами блистать на защите играли волейболистки столичного «Динамо». Леся Махнова только сейчас уходит на заднюю линию. Стало быть, будет подавать. Ее команда уступает, ведет 16-14. Берем хороший прием, Гончарова. Обманный удар не проходит. Гамова. Низковато, низковато для нее этот мяч. Ну, здесь невозможно было темпу блока выиграть. Надо просто повыше было бы обешено дать эту передачу. Так Гамова с уровня своего плеча где-то этот накат исполняла. Могла, конечно, не ошибаться. Тут, в общем-то, претензии только к себе можно предъявлять. Но выиграть было сложно. Опять же, перестаралась немножко избыточная Гамова. Пытаясь улучшить ситуацию для партнера, отправила мяч вообще за антенну. Вряд ли тут о хорошем идеальной передаче могла идти речь. Надо все-таки где-то ближе к центру площадки такие мячи сохранять, наверное. Тут же сложная подача от Морозовой. Хорошо страхует Моркно. Ларсон. Попала, говорю, так не без приключений. И, в общем-то, этот мяч в защите игрался. Ларсон не поверила, что после такого рикошета он останется в площадке. А так произошло. И в очередной раз у нас сменился лидер в этой партии. Столичный «Динамо» выходит вперед в 17-16. Ларса. Гулушка ее закрывает абсолютно. Сейчас Перепелкина. 18-16. Ну и мы видим картину, что действительно безгамовый. В Казани довольно непросто приходится. Ларсон не так эффективна уже не первый матч, как она могла бы выглядеть. А вот в этой расстановке выходит, что ни Махно, ни Гамовой на передней линии нет. Пасовать на задней линии, но Гамова все время там на тройном блоке играет. Сложно выигрывать. Ну и тайм-аут, который берет решатки Лизутина. Морозова. Гамова. Ну вот попадает она в блок, правда, от сколько от блока в аут. Удачно получается. Анжелина, говорю, в одиночку с ней справиться не смогла. Борисенко. Вот это не так много было вот за эти три игровых дня, за три предыдущих матча равных концовок в исполнении этой команды. Вчера таковая одна случилась. И, кстати, осталась она за москвичками. Ну а до этого в Казани вот первый матч за счета 20-20, я уже говорил. Потом пять подряд очков казанский клуб выиграл. И было еще два последних сета, вот за москвичками и остались. То есть получается, когда финиш партии очко в очко, там после счета 20, во всех случаях столичная Динамо оказывается сильнее. Интересный такой штришок. Не исключено, что будет у нас возможность посмотреть, работает ли это правило в этой серии уже в ближайшее время. Потому что пока все очень упорно. 19-18. Казанская Динамо пока уступает в счете. Мочарова. Очень четко по задней линии. И даже не сильно, она же технично так накатывает. Но вот высота, на которую она хватает мяч, позволяет, видите, поверх блока это делать у Регины Мороз. И с такой траекторией, что мяч очень быстро все равно летит. Защитникам по задней линии перемещаться очень сложно. Мороз. Первый темп не работает сегодня пока. Ларсон. Хорошо сейчас блок смягчает и у тех, и у других. Ремчарова, ее слово. И использует она то, что Гамова не занесла руки на сторону соперника. Считается, она предъявляет какие-то претензии Мороз. Но по большей части сама. Нет, все-таки от рук Мороз. Вот в моей позиции казалось, что здесь под руки Гамовой мяч кознул. Беру свои слова обратно. Повтор всегда помогает разобраться в таких ситуациях. Мороз не успел немножко дойти. И. И. Через Гамову, естественно, будет доигрываться этот розыгрыш. Трудно с задней линии практически атакуя. Мячи все отведены. У Екатерины последний был. Но она не теряет. Это важно. И в итоге получается атака, где первая передача идеальна. Стало быть, и первый темп можно включить. Регина Мороз 19-5, что набирает. 21-19. Еще раз Гамова. Ну, а теперь раз поближе к сетке передачи. И сразу незоизмеримые ее шансы возрастают в этих атаках. 21-20. Тревозный звонок от Сергея Овчинникова. Который берет тайм-аут. Первый перерыв. Два перерыва использовала Казанская Динамо. Так что здесь Сергея Овчинников может быть еще разок воспользоваться своим шансом. Другой вопрос. Ну, конечно, я думаю, хотелось бы этого избежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Варсен на подаче. Хорошо Крючкова справляется. Вновь Гончарова. Такое ощущение, что нужно кого-то все-таки в шестой зоне держать. На Либолейском Казани вот при этих атаках. Постоянно туда мячи падают. И постоянно... И в женском волейболе немножко по-другому страхуют, чем в муском. И, наверное, не такое мощное нападение. Поэтому меньше этих подборов за лицевой линией совершаются, которые в муском волейболе. Ну, обычное абсолютно явление, да? Но, тем не менее, при атаках Гончаровой получается это важно. А сейчас Наталья Гончарова очень важную миссию выполняет. Закрывает блоком Джордан Лартен, который никак не может найти свою игру. И уже три очка преимущества, при том, что таймаутов у Казани нет. По-моему, не уходила по задней линии Ежова. Вот та замена, которую постоянно используют решатки Лизудинов. Отменяет он лезь и махно. Сейчас она неуместно махно у сетки находится. Но, в принципе, вот почему-то не воспользовался он этим моментом. Хотя, в общем, не так уж и плохо Казанская команда в защите сегодня действует. Замена. Тем временем Ирина Кузнецова выходит на подачу вместо Регины Мороз. Вот, то есть, косвенно Гильзудинов показывает. Внести там подача Мороза вроде бы и не самая страшная. Есть кем усилить ее. Но были у Динамо проблемы с приемом подачи от этой волейболистки. Ну, наверное, приноровились уже. Четыре матча – это уже серьезный срок. А вот что скажет Кузнецова. Хорошо, у нее низко всегда на сетке летит мяч. Гончарова. И вновь поверх блока. На сетке – это распятая зона. Глубже, глубже надо садиться защитницам. Делать какие-то коррективы. И все-таки, в учетом того, что действительно вот в этих атаках поверх блока проходит Гончарова. 24-21. Пока она блистательно сегодня выглядит. Ну и результат на табло. Замечательный делай. Замечательный делай. Так, в общем-то, она находилась в той точке, где легко этот мяч принимался. Но почувствовала, что он ваут закручен. Пропустила его. 24-22. Екатерина Гамова на подаче. Еще не все. Подача у нее сложная. Не будет первого темпа. Но он сегодня и так редко бывал. Тройной блок на Гончарова. И смягчает. Борисенко. Янева. И доигрывает этот мяч болгарский легионер Динамо. Приносит 25-е очко своей команде. И ставит точку в этой партии. 1-0 впереди москвички. 1-0 впереди Динамо Москва. 1-0. Столичные Динамо впереди. В четвертом матче суперфинала. Поединки с одноклубницами из Казани. Которые ведут серии 2-1. И в случае победы сегодня могут увести почетный трофей. Ну и золотые медали с собой в Казань. Поэтому, конечно же, москвички постараются сделать, чтобы это не случилось. Для этого у них есть находящаяся в великолепном состоянии Наталья Гончарова. Которая потрясающе провела первый сет. И посмотрите, разница в процент в атаке. Вот это серьезный перевес. Причем 35-е это не ужасающие. Там какие-то цифры для женского волейбола, где все-таки побольше в защите мячей поднимаются. А вот 50% это цифры великолепные. И динамовцы, динамовки Москвы свою победу в этой партии, мы видим, заслужили. И есть тому свидетельство. Наталья Гончарова. Четвертая зона, естественно, по расстановке. Она начинает, чтобы сразу окунуться в борьбу на передней линии. И получить там соответствующую загрузку. Принести первые очки своей команде. Что она и делает Анжелина Грюн. Очень сильный сезон она провела. И таким, знаете, системообразующим игроком является Динамо. Здорово играет в приеме, в защите. Ну, в общем, таким связующим что-нибудь длинном. Нападать у нас все умеют. Есть элементы, в которых нет стабильности у некоторых игроков. Вот здесь Грюн неоценимую помощь команде оказала. И не случайно Кубок России у москвичек в этом году. И вот до финала команда добралась. И прекрасно здесь борется. Уже сегодня мы видим, готовы доставить соперницам проблем. Но вот Янева, Янева очень неплохо смотрится. Выигрывает непростые мячи часто. Вот сейчас мяч из разряда сложный был. Хотя бы потому, что блоки и не стали ставить. Были уверены, что невозможно этот мяч забить. А Янева рискнула. Да, действительно, он был низко над сеткой. И там была большая вероятность ошибки. Ларсен, вот и от нее польза пришла в виде результативной атаки. Пока американка все-таки не так эффективна, наверное, как хотелось. Агаму как-то надо разгружать. Мы видели, что тяжеловато ей было в консорке все на одной на себе тащить. Нужна была помощь. И по большому счету она и не получила первой партии. В этом причина, наверное, результата. А сейчас Екатерина блестяще подает. Не справляется. Та же Янева на неудобной для нее высоте мяч летела. И может быть, следовало его пропустить. Такое ощущение, что Грюн страховала вот эту подачу. Чуть поглубь за расположившись. Это уже по факту. Вновь Янева. Вновь с четвертого по четвертому. Линейное правление она пока игнорирует. Но если атаки проходят, то, может, и не надо ничего придумывать. Что сейчас? А вот сейчас в линию был перевод. Не смогла она уйти от блока. Но зато удачный рикошет получился. Три-три. Товарная подача Гончарова. Едва в ошибку, не превратившись. А там касание блока при атаке Леси Махнова. Махнова, знаете, достаточно все-таки эффективна в нападении. Я думаю, может быть, чуть больше ее надо и задействовать. Она, по крайней мере, знает, что с мячом делать. Может быть, забить все очень сложно. На блоке тоже непростые люди там стоят. Но она все время ищет какие-то варианты. Не всегда читаемое ее решение. И это приносит результат. Сейчас отработали с Морозовой на блоке. Вновь, к сути, без первого темпа москвички играют. Честно говоря, так на скидку не скажу, выиграли ли они хоть одно очко. По-моему, там разок обманный удар прошел в первой партии. А так все цепляется блоком, поднимается в защиту. Это, конечно, резерв, который можно использовать и можно с этого получить многое. Но нет такой уверенности у Веры Улякиной, что ее центральные забьют. Поэтому передачной не так много они получают. Вот еще одна. И вновь блоком цепляют Морозову. По-моему, в начале с этого Улякина пытается все-таки заиграть. Центральных тут понятно почему. Надо искать игроков, которые еще будут набирать очки, кроме Гончаровой. На одном игроке очень сложно выигрывать, как бы он блистательно не играл. И поэтому пока цена ошибки, наверное, чуть меньше. Не забитого, не добитого до пола мяча. Улякина, естественно, старается разнообразить игру максимально. Вот нечто похожее делают у соперницы. Мы это сейчас видим. И с тем же результатом. Грюн. Куда-то мяч в поле. Вау, до конца гадали москвички. Решили принимать. Ну, а Гончарова, в общем-то, атаковала. Полуатака, полуаман. В надежде, что ее подстрахуют все-таки, если мяч в блок попадет. Почему-то забыли это сделать ее партнеры по команде. Там одна, по-моему, Морозова была готова. Остальные, посмотрите, просто прогуливались на заднем плане. И не случайно вот такой вот приток этой атаки. Ошибается Борисенко. Опытнейший центральный Казанского Динамо. Игрок, который из Динамо московским немало выигрывал. Из сборной России. Морозова. Варсон. Аккуратно под заднюю линию. Вот за ту зону, за которую отвечает по большому счету блок. Но если на катор через него бить, мы видим так по задней линии и очень быстро игроки перемещаются. И такие удары проходят. И проходят не только у Гончаровой. 7-5. Побешено. 8-5 технический перерыв. Ну что, в очередной раз в концовке прошлого сета мы убедились, что для того, чтобы выигрывать казанской команде, надо иметь хорошие преимущества в счете. Тогда у них все катит, тогда они спокойны, тогда они добиваются результата. Вот в равных концовках чувствуют себя на удивление и не уверены. Это располагает такими опытными игроками. По залу объявили, что «Зенит» выиграл первую партию мужского финала. Там казанцы принимают «Носковских динамосов». Поэтому в зале, конечно, никакого энтузиазма по этому поводу не было. Параллельно проходят эти матчи сегодня. Вот постраховка. Да, тот элемент, где явно можно добавить. Вот эта нарезка нам очередной раз об этом свидетельствует. Есть резервы и умеют команды это делать. Не всегда может хватать до конца концентрации. Иногда мешает этому излишняя вера своих лидеров. Когда атакует Гамова и Гончарова, полно уверенностью, что там страховать нечего. Что они уж как-нибудь дорешат эту ситуацию. Нет, так не бывает, к сожалению. Бабешина. Тоже отведенный мяч. Сложно было Грюнова выигрывать было. А сейчас ошибка. Сейчас не попадает в площадку Джордан Ларсен, которая, ну, нет в ее игре стабильности, уверенности нет. По этим атакам видно. Даже вот выигранный мяч все равно, она там страховалась, накатывала. Другое дело, что соперницы в защите не доработали чуть-чуть. И вот эти расстановки, когда Ларсен на передней линии без Гамовой, они в показании не самые простые. Сейчас с касанием блока Гончарова этот мяч выигрывает. Вновь после таймаута москвички добавляют. И практически выбирают все то преимущество, которое было у соперниц. 8-7. Улякина. Не проходит первый темп, что уже нас не очень удивляет. Гамова четко страхует Улякина, зная, куда этот обманный удар пойдет. И вновь хорошо москвички отработали. Доставили мяч в Горюн. И та четко обыгрывает двойной блок до пола. Такой уверенный удар. Там немножко запутались казанские девушки. После игры нападения оказалось в краю сетки мороз. В центре Джордан Ларсен. Может быть, не совсем ожидали они вот с такой позиции оказаться. Помешать не сказать, что сильно друг другу помешали. Но и толком блок-то и не соорудили. Но после этого Улякина ошибается на подаче. 9-8. Ларсен. Хорошо, Горюн. Вот прошлась она по передней линии. Наконец-то так, как нужно ей и ее команде. Две атаки, два мяча запитых с большой степенью надежности. И это хороший знак для московского «Динамо». Теперь уже и Гончарова на передней линии. Так что вот такие выпадения нет в атаке в этом отрезке. Что позволяет сравнять счет. А это классная атака по блоку Леси Махно. Леси Махно тоже хороша. Мороз будет подавать у казанского «Динамо». Увы, неудачно для ее команды. 10-10. Вот той сложности, которую ее подачи заставляли в первом матче в волейболистском столичном «Динамо». Она исчезла напрочь. Лишний раз приходится об этом говорить. Гамова четкий перевод по линии. И вышла страховать под блок. Вряд ли так близко садилась в защите играть Перепелкина. Смотрите, практически в трехметровой линии. Атака была глубоко под заднюю. И сегодня они проходят очень-очень хорошо. Гамова уже нападает. Гончарова четко. Москвички сыграли комбинацию за головой. Так в два темпа. Отреагировали на Морозову. И намного легче оказалось и Гончаровой. И не успевала Борисенко. Да и по высоте опять же она Махно обыгрывает. Тут закрывать Гончарова дело бесполезно. И как-то смягчать надо эти атаки. Но советовать тут легче, да, чем выполнить. Ну а Махно зато в нападении действует так, как должно. Так, как от нее ждут партнеры по команде. Словно приберегают патроны на концовку. И те и другие. И очень так дозировано задействуя Гамову и Гончарову. Пока еще время не пришло их загружать. Вот сейчас Гончарова на задней линии. Очень удачно попадает по блоку. По-прежнему держит высочайший процент в атаке она. И быстро сейчас все москвички провели. Мы видели, что центральный блокировщик толком подниматься не успевал. Выходит Елена Ежова. Может быть просмотрела в первой партии эту замену. Ну вот сейчас она точно происходит. На задней линии ее выпускает Решат Гелезудинов. Вот в середине партии тоже можно усиление получить. Получить 2-3 очка преимущества. И потом это большое дело будет для команды в концовке. По крайней мере, лишними они уж точно не будут. Борисенко под сетку подачи Янева из нападения выпала. Одна Грюн осталась на двойном блоке. Забить не смогла, но затруднила в достаточной степени. И сейчас еще одна атака. Здорово. Ее Грюн разыгралась. Тоже момент интересный. Честно говоря, опять же, не видя вчерашнего матча. В первых двух играх, в общем-то, таких длинных серий у нее успешных в атаке не было. Она не то, чтобы совсем проваливалась, но и, в общем-то, сказать, что она солировала в нападении, тоже было бы, наверное, слишком оптимистично. И вновь первый этап не проходит, закрывает Регину Мороз. Все попытки заиграть центральных и у тех, и у других, пусть по крайней мере в этой партии, выглядят абсолютно неудачными. Тайм-аут. Вперед Решат Гелезудинов. Вот он раньше их использует, своего коллеги. При том, что вроде бы еще пока такой, да, что можно было и сэкономить на концовку, но меняется ситуация на площадке. Это главное. Это, конечно, не устраивает тренера казахской команды. Тренера, действующего чемпиона страны. Уже можно сейчас, да, смело утверждать, что эта серия не в пример интересней прошлогодней получилась, чем если не завершилась сегодня. Тогда в трех матчах казанская «Динамо» свои проблемы решила. Ларсен на одном блоке не забивает. Что же еще надо нападающему? Гамова почему-то не очень готова была, не поверила, что не связующий игрок будет ей на заднюю линию пасовать. Что сейчас Ларсен по рукам и мяч, который опять же летит глубоко под заднюю линию, вновь на этой самой задней линии падает. Вот эти мячи, которые туда попадают, они, в общем-то, получается, попадают в мертвую зону. Хотя работает при этом блок. Вроде бы, что еще надо, чтобы мяч в игре оставить. Выиграл, можно сказать, силовую борьбу над сеткой игрок столичного «Динамо». Только что там фиксирует арбитр? Двойное касание у кого-то из игроков Казани. Давайте смотреть. Вот здесь, наверное, он считает, что протащила мяч «Мороз». Но, может быть, так оно и было. На повторе похоже, да? Вот и на блоке мяч у нее по руке покатался, когда уже она практически опустилась. Можно эту блоку, наверное, и не считать при определенной доле фантазии. Но это блестящая атака Натальи Кончаровой. 16-14. И теперь перерыв технический, московский, динамовский. Верина контролирует ситуацию. Не дают сопернику оторваться в счет. И несколько раз. По 3-4 очка преимущества отыгрывали. То есть демонстрирует такую хорошую психологическую устойчивость, которая не во всех матчах этой серии у них была. Так что все для болельщиков этой команды пока выглядит достаточно оптимистично. При том, что есть уже даже и партия в запасе. Но в Казани бойцы опытные, которые вряд ли сегодня рассчитывали на легкую прогулку. Помним начало матча. Да, сразу как заработал казанский блок. И, казалось, сегодня нелегкую жизнь москвичек ожидает. Особенно при игре на высоких мячах. Но вот, по сути, после этого блока казанской команды мы толком и не видим. Динами из группы поддержки «Московская Динамова». Улякина. Гамова. Ну, пора уже ее, конечно, включать в атаку. Но вот ошибка. Ошибка попадает она в аут. Какие-то замены. Замена связующего. Вот кого подзывает Решат Гелезудинов. Недоволен тем, как Мария Бабешина ведет сейчас в игру. Он вроде и игрока на задней линии выпустил для усиления. Вроде и прием есть. А атаки подготовленных мы не видим. Гелезудиновская выходит на площадку. Опытная более волейболистка. В принципе, она по классу-то, наверное, Марии Бабешиной сильно не уступает. А, может быть, не уступает вовсе. Но вот партнеры зато ее атакуют. Но в неудачной это ошибка Ларсон Джордан. Да, действительно, аут. 18-14. Второй тайм-аут использует Гелезудинов. Вот так серийно пошли у него перерывы. С учетом технического. Понимает он, что уходит. Уходит инициатива. А может быть, и победа в этом матче. С счета 0-2 отыгрываться будет невероятно трудно. Хотя, возможно, конечно. Это надо жить красиво. У Лякина. Немножко подача она. Ну, кстати, на ее подачу удаются москвичкам такие небольшие рывки. Уже не первый раз и перерыв при ее подаче берется. Ну, здесь большей частью, конечно, укор нападающим казанской команды, которую последние два мяча направили в аут. Понятно, что не в подающем есть дело. Поэтому Сагильзудину особо неприятно, что при хорошем приеме, при усиленном приеме двумя либера, его команда столько растеряла. Вернулась сейчас Леся Махно. Вот сейчас она с Гамовой и Мороз. Очень мощная линия передняя у казанского Динамо. И что-то постараются, наверное, сделать. Сейчас Грюн. Грюн никаких шансов не дает. По рукам очень четко попадается. И мы видим в этой партии со второй зоны ее частенько подключают. Что, в общем-то, бывает далеко не всегда. С учетом того, что в этой расстановке находится в четвертой зоне Гончарова. Казалось бы, да, Устамбок велел туда пасовать. Ну вот, чувствует связующий Динамо. Кто может сейчас забивать? И это работает на команду. Махно. Она в казанской команде сейчас едва ли не самая надежная. Чуть еще передохнув. Разбирается много с групповым блоком. Как будто его там и не было. 19-16. И продолжает Ельжу Диновцевская точечное усиление. На подачу выходит Ирина Кузнецова. Более всего на стол. Ирина Кузнецова. Ирина Кузнецова. Грюн вновь по рукам. Но там тройной блок. Трудно было искать лазейку. Москлички тоже отбились. Ларсен. Сейчас рискуют и те, и другие. Но в защите стоят непоколебимо. Гамова. И она ставит точку. Но тоже буквально продираться мячу в площадке пришлось. Дважды успели москвички его коснуться. И мы видим, что заиграли в защите и на постраховке и те, и другие. Но как следовало ожидать вот эту степень концентрации. Она в конце партии, конечно же, повышается. Ну а Казанская «Динамо», сократив разрыв для двух очков, вынудила взять Сергея Овчинникова. Первый дайм-аут в этой матче. Но Овчинникова такая сейчас интересная ситуация. Как тренеру сборной ему бы надо, чтобы побыстрее эта серия закончилась. Чтобы иметь больше времени на подготовку для национальной команды к сборочному турниру. Который уже 1 мая. Совсем скоро начинается в Турецкой Анкаре. Но как тренеру столичную «Динамо» ему надо до воскресенья дотянуть до пятого матча. Этих самых дней самого себя же и лишить. Подняли, подняли этот мяч в волейболистке «Казань». Атаки, правда, не получилось. Но снова надо отбиваться. Гончарова. Одним вот нет. Но блок слегчил. Но все-таки далеко в сторону мяч полетел. И сложно-сложно было его там подобрать, честно говоря. Сузнецова все, что могла, сделала. И отправилась в зону разминки. Она в этой партии уже не сыграет. Потому что меняла она центральную блокировку. Ну и, соответственно, когда доберется до передней линии, выйдет игрок стартового состава. Гончарова. Отведенные мячи сложно забивать. Морозова пыталась наверняка сыграть. Но как-то в последний момент вот такое ощущение, что испугалась блока Борисенко, который перед ней вырос. И не знала толком, что с мячом делать. Какой-то неловкий толчок. Но Борисенко холодной головы в такие моменты не теряет. И накрыла на этот мяч. 20-18. Гамова на подаче. Вновь Гончарова. Вновь блок-аут. Так сукаризный смотрят друг на друга игроки Казанского и Динамо. Но с другой стороны, как закрыть Гончарова? Если бы это можно было на заказ делать. Вновь между блокирующий мяч заскакал и отскочил далеко в сторону. Гончарова на подаче. 19 уже очков. Она, в общем-то, если игра затянется на 5 партий, может рекорд тот побить. Ну а сейчас Янева была в атаке. И вариантов никаких не нашла. Держится Казань за этот разрыв. Приблизиться не удается за счет блистательной игры Гончаровой в атаке сейчас. Ну а сейчас Наталья на задней линии. Это уже какие-то усложнения для нее. Посмотрим. Нет, вновь через Яневу. И Янева ошибается. Ошибается. Причем аут очень далекий. Метр, наверное, на 4 от площадки мяч отлетел. И Сергею Чинникову приходится брать тайм-аут. Вот сейчас самое сложное начинается для его команды. Первого темпа не было. Янева не забила. Надо вроде бы пасовать Гончаровой. А то будет, наверное, и трое блокируется. И даже поджидать. Если она, кстати, тресетка, конечно, будет атаковать. Если с первой зоны, там, где она сейчас в простановке находится, то, наверное, так и на двух блоках. Но задней линии. Что, впрочем, для Наталии большой проблемой никогда не было. Вчера, кстати, Гончарова 20 кольцов, по-моему, набрала за всю игру. За 4 партии. Вот сегодня уже 19. Ну и мы видим, что совсем в другом она состоянии. Все игры выдавать на гора трудно. Но сегодня, может быть, ее день. Ходя волейболистки из Казани постараются до конца сделать все, чтобы с этим не согласиться. Да, ну такой прием, который никаких шансов пасовать на задней линии не оставил. Поэтому атаки толком не будет. Шанс еще один у Казани. И перестящий первый темп. Блестящий просто. Хоржановская, видите, сразу отладила это дело. По крайней мере, вот эта передача Бородаковой была изумительной. Чуть-чуть заузила. Это, я считаю, осознанно блокирующий. Широко расположился. И сбросить руки туда уже не успевал. А Бородаковой надо было только смахнуть. Яниву меняет Макарова. Какие-то перемены Овчинникову, у которого нет больше тоже таймаутов, нужны. И нужен мощный нападающий в четвертой зоне, где Янива явно так боязливо себя чувствовала в последние пару атак. Гончарова. Нет. Дисковато было, она не успевала. Толкор ничего сделать. Куда сейчас соскочил мяч? Все-таки в площадку. Все-таки в площадку. Такой отскок косой в сторону аута, но остался в пределах площадки. Вот мы видим, да, действительно, там еще прилично. Полметра. Да, аута было. 22-21 Макарова. И вновь первый темп хорошо играется. Правда, Кричкова в защите. Классно разбирается. А Гончарова в очередной раз находит лазейку. Вроде бы в плотном блоке казанской команды, но только вроде бы. Где-то между блокирующими мяч скользнул. И плюс два. Вновь концовка. Вновь в концовке москвички чувствуют себя увереннее в равной. И вновь первый темп. Обман классический в исполнении Бородаковой за блок. И в который раз она это делает, в который раз это проходит. Умеет убедить, что будет атаковать. Вот поэтому садятся чуть глубже в защите. И не успевает на постраховку даже Либера. Кто в зале умеет свистеть как следует. Ну а теперь уже Бородакова на подаче. Вернулась к сетке Мороз. Вернулась Янева. Она в приеме сейчас нужна. Забить есть кому. Ну то есть понятно кому забивать. Сейчас и Грюн на ходу. И Гончарова есть. Поэтому наличие Макаровой на задней линии абсолютно было не нужным. А Борисенко допускает ошибку совсем ей не свойственную. Не подает при таком счете. И еще одно косвенное свидетельство, что в концовках пока Казань плавает. Сразу две замены у Динамо. Причем сразу две центральных готовятся выйти. Одна на подачу. Правда это Юлия Меркулова. Вместо Морозовой. И одна на блок. Это Екатерина Кривец вместо Веры Улякиной. Вот редчайший случай. Сейчас на площадке даже несколько центральных блокирующих. Меркуловая даже в защите поиграла. Но мяч от москвички выиграть не сумели. Ух, какая безобразная передача от Хржановской. То ли равновесие она потеряла. Трудно такие вещи объяснить. Исправляется она на блоке. Но надо еще этот мяч выиграть. Про Гамову почему-то благополучно забыли в Казани. Но зато отработала Ларсен. На один блок ее вывела. Кстати, вот то, что за Гамову следят так внимательно, дает возможность игрокам на одном блоке нападать. Болельщик и Московская Динамо. Самый кроткий счет. Ларсен, пусть не без проблем, но все-таки от школ выиграла. 24-23. Еще один сутбол остался у столичного Динамо. Подача Локи Хржановской. Янебо очень неуверенно играет. Будет ли атака? Но это будет атака уже ясно, что не того, наверное, игрока. Но и не с той степенью опасности. Гамова. Перевод по линии. Но там Крючкова обороняется. Гончарова. Аут. Могла выиграть она для своей команды второй партии. И задумала это все здорово. Но чуть-чуть не повезло. Может быть, даже не повезло. По исполнению тоже все очень было похоже. Москва посвистим все вместе. 24-24. Тайм-аутов нет. Все замены уже, которые обычно делают наставники, они сделаны. Еще одна ошибка Гончаровой. Такая, может быть, уже от отчаяния. Потому что передачи у Ляхиной не получилось. Абсолютно, видите, в сторону пришлось лететь. Уже не знаю, рассчитывала ли она по пальцам попасть. Я думаю, просто хотела сохранить мяч в игре и одновременно затруднить. Не получилось. Первое не получилось. Ну, а второе, как следствие, да? Грюн, Гончарова, естественно. И третья подряд ошибка Гончаровой. Собственно, третья атака в аут. 26-24. И вот казанский «Динамо» берет второй сет 1-1. И нам оказалось, что так и становится 1-1. 1-1 после двух партий. В принципе, можно сказать, что вот в этой серии не было интересной такой завязки матча после двух сетов. Ну, 1-1 было, но так интересно все не проистекало, как это происходит сегодня. Напомню, в первом матче Казань уверенней, что две партии взяла. Вчера тоже буквально разгромила «Москвичек» в первых двух сетах. Но это только вот во второй игре, которая стоит особняком пока в этой серии. Стояла до этого матча. Там по одному с этой командой выиграли. Но там каждая уверенно свою партию брала. Вот так, чтобы были две концовки, и наконец-то удалось выиграть концовку казанскому «Динамо». Что, наверное, может какие-то тенденции в этой серии изменить, может быть. Это очень важный момент. Вот посмотрим, как этим моментом гости сумеют воспользоваться. Для них это, конечно, момент уверенности. И, наверное, стоит подчеркнуть, что, по сути, не перегружая гамму, они смогли прошлую партию выиграть. Здесь достаточно равномерная была загрузка нападающей в конце. Вновь мы видим попытки заиграть первый темп, заиграть «Мороз». Но сегодня, по-моему, это совершенно бесполезно. Но одна атака у нее где-то из шести прошла от силы. Я также за цифры за точность не ручаюсь. Так, по ощущениям примерно. Но повыше гамма, и оно понадежнее будет. И Екатерина уверена, что кода своей команды выигрывает. Игра выигрывает. Лартон. Блестящая подача. А может быть, плохой прием. Тот, как хотите. Ну, а для Махно такие атаки вообще не проблема. Она сегодня куда более сложные мячи забивает. Вообще, вот то, что Махно так уверенно чувствует, наверное, может быть, даже и Казани помогло в концовке предыдущей партии. Какие-то моменты на нее опирались. Вот сейчас Леся не сыграла на подстраховке. В общем-то, зона ее ответственности была. Ждала сильной атаки. И понятно, почему там Гончарова, но не ожидала такого рикошета. Гончарова может из 4 по 4 такой мяч забить. Поэтому оттянулась поглубже и села Махно. Это все понятно. А это эйс. Эйс Анжелина Грюн. Не так много сегодня подач, которые прямиком в площадку попадают. Вот это одна из них. Ошибка, ошибка, конечно, Ржановской. И, наверное, даже больше принимающей здесь претензии. Та же Махно. Она, кстати, в приеме не так надежна, как в атаке. И не случайно именно ее на задней линии подменяет Кузнецова. И вновь блестящая подача Грюн, какую она серию выдала. В этом случае москвички отбились. Есть шанс у Казанского «Динамо» все-таки сняться с этой расстановки. Неприятные делает это Екатерина Гамова. Классная абсолютно атака. И неочевидная ситуация, потому что там блок имел массу времени, чтобы подготовиться. Но, правда, в случае с Гамовой не всегда это преимущество для блокирующих, как вы понимаете. Здесь все исполнено было на высочайшем уровне. «Динамо» в защите. Блестящий. Ну а кому нападает? Ларсон в задней линии. Ну что-то уж совсем робко она сейчас играла. Да, тройной блок. Но даже для того, чтобы отыгрываться, это слишком уж тихий был удар. Видите, блокирующие успели встречные движения сделать совершенно осмысленно. В данном случае это вновь Наталья Гончарова, которая здесь очко себе приплюсовала. 5-3. Махнула. Ну в атаке она действительно хороша. И двойной блок ее ни капли сегодня не смущает. Может быть, непривычно Лесю видеть вот в такой ипостаси. Но для Казанцев это только приятный момент. Смотрите, с хорошей высоты, с какой. Гамова на подаче. Начиная с Янивой с ней не справляется. Гамова вот выцеливает вот эту зону примерно. Старается все-таки в Яниву подавать. Она не так уверена, как Грюн. И чувствует это опытная волейболистка. Это сделать сложнее, потому что там, ну, не такой широкий коридор в ответственности. Янивой сейчас находится буквально метра два. Но все-таки опять, смотрите, ее находит Гамова подачей. И выводит свою команду вперед. 6-5. Блестящая ювелирная работа. И это заставляет Сергея Овчинникова первым брать тайм-аут в этой партии. Тоже такой новый поворот в этом матче. Раньше мы помним подобные изменения ситуации. И Гелезудинова первого подвигала на подобные действия. Сейчас вроде 6-5. Счет такой достаточно незабитный. Но Овчинникова, конечно, сама по себе эта подача. Можно сказать, и пугает даже в какой-то степени. Потому что если Гаму будет так накручивать туда, то можно много выиграть на этом. И Гаму надеется, что после перерыва она невольно, а может и осознательно упростит подачу, чтобы не облегчать жизнь сопернику. На нее тайм-аут потрачивает. Терять-то подачу не хочется тоже. А Гаму достаточно рискованно при этом подает. Не мог. Но сейчас Янива отскочила в сторону. Грюм эту зону взяла под свою ответственность и сыграла ответственность. Хорошая заводка. И первый темп наконец-то сработал у москвичек. Ну, у Морозовой не первая результативная атака. Но процент тоже там, наверное, где-то невыдающийся. А сейчас я раз неожиданно взлет за головой в третьей зоне. Сегодня москвички, по-моему, в подобную комбинацию еще не играли. Янива, было касание у блокирующих. И, судя по всему, там и Гаму могла коснуться. Точнее, пыталась это сделать. Уж коснулась, не коснулась, не знаю. И москвички теперь уже выходят вперед. Вот посмотрите, счет семь. А команду уже, по-моему, по два раза минимум поменялись лидерством в этом матче. Поднимает эту атаку Махно. Бончарова. Ну вот, вот она пришла в себя. И игра на блоке ей, конечно, помогла результативно. Восемь-шесть. Первый технический перерыв. И сейчас он, получается, больше нужен казацкому. Динамо Гележудинов имеет возможность подэкономить. А тайм-аут в Чинниково. Посмотрите, какой результативный оказался. Что-то съем был. Причем, именно, видимо, возможность тренерской подсказки. Убедившись, что мяч полетел по пятой зоне. Янива сдвинулась. А Грюн ее место заняла. И после этого два мяча с москвичкой выигрывают. Так уже в борьбе. Но тоже совершенно четко. Посмотрим, как этот тайм-аут подействует. Хоть он и технически, но я повторюсь, Гележудинову было более необходимо. Тайм-аут врачи. Гробово-модерский динамит Московского пенала. Менчарова. Махно. Ну вот, закрывает ее, наконец-то, и москвички. Ну, наконец-то, потому что долго ее не могли никак прихватить. И даже было интересно, когда это произойдет. И вот теперь, когда это случилось, возможно, только Хрюнновский какие-то другие варианты придется покрутить в голове. Не все так просто, как раньше складывалось. 9-6. Тем более еще Махной в приеме задействовали. Гамова цепляет блок. Это был обманный удар, но все-таки смягчение очень, кстати, пришлось. А что сейчас? Сейчас атака. Атака и на одном блоке. Гамова вредки для себя ситуация оказывается в этом матче. И в этой ситуации она, конечно же, проиграть мяч не могла. Там, видите, всего лица Мороза и небольшое. Да, Гамова абсолютно препятствует. 9-7. И вновь с подачи казанская «Динамо» добивается успеха. Теперь же Анжелина Грю, вроде бы такая непоколебимая в приеме, не справляется с подачей Леси Махно. 9-8. Еще одна хорошая подача. Правда, сейчас прием состоялся. И состоялась атака. Да какая уверенная. Девята блока для Гончарова. Это совсем немного. А выигрывает, причем очень легко внешне. Да, там вроде поглубже действительно стали садиться на заднюю линию в Лебовецке Казани. Вот по этому плану было видно. А Гончарова из второго по второму выигрывает. И фирменная обман Марии Борисенко. Сейчас где-то вымочит, потому что по-другому она просто за мяча не добиралась. Вот только вот так вот его приостановить. Этим коротким движением сохранить площадки она могла. И она это выполнила блестяще. В тенте немножко Гончаровой была эта передача. И Джордан Ларсен что-то в касании сетки. Да, мне тоже так показалось, что кто-то из москвичек сетки коснулся. Сейчас и счет сравнялся. И не исключено, что нас очередная смена лидеров этой партии ждет. Сколько раз это уже было. И опять еще боятся Борисенко нападать. Но вот вспоминая ошибку в концовке предыдущего сета, она, конечно, выглядит просто настолько на себя злой сейчас. Ну что поделать. Понятно, что хотелось как лучше. Ларсон. Такая расчетка. Вот на одном блоке американка несколько раз оказывается. Полегче ей становится. Глядишь, так и поувереннее себя чувствует. Начнет. С одним-то блоком она справляется. Здорово. Рожановская сейчас подает. Но она осталась от предыдущего сета. Вы понимаете, что концовку с ней выиграли. Ничего там менять не будет. Это как бы аксиома такая. Зеленогрюн. Нужный мяч забивает. 12-11. Борьба за инициативу продолжается. Ну и, возможно, третья концовка у нас будет. Если эта борьба ничем не увенчается, я имею в виду за инициативу в этой партии. Третья упорная концовка. Матинцы, это получается на заглядение. Ларсов. Классный мяч выигрывает. Так аккуратно кистью перевод играет. И такой траектории абсолютно от нее москвички не ожидали. 13-12. 13-12. Реон перестраховалась в этой атаке. Хорошо зона сегодня со второй зоны атаковала. Не знаю, что ей сейчас помешало. Может быть, не в темп немножко попало. Скидка ее сложной не была. А это Гончарова. Смотрите, Перепелкина за голову выполняет передачу. Такую достаточно быструю для центрального игрока. Ну и этого хватает, чтобы блокирующий второй не успел. Гончарова один блок тоже не помеха. Это понятно. Ларсен. Ничего она не смогла сделать. Мяч вынужденный. Такая атака была. Мяч в ее зону просто подбили. Она еще и слишком увлеклась тем, чтобы не заступить за трехметровую линию. И в разбег толком не попала. В итоге не попала эту мячу. Гамова. Обман удар. И так. Противоход получился Крючковой. Крючкова за блок прошла строковать. А мяч направили в шестую зону. И она, ну, можно сказать, что и проскочила. С другой стороны, там и Грюн могла бы среагировать. Опять же, все то же самое. Ждут сильные атаки, глубоко сидят. Что и правильно, наверное. Поэтому все такие вещи становятся достаточно неожиданными. Ворота. Казанскому «Динамо» достается этот мяч для атаки. Но опять же, забрасывает Хржановской далеко за антенну. У Гамовой там маленький совсем угол обстрела остался. Поэтому она не стала рисковать. И, как выяснилось, права оказалось. Потому что получилось дождаться ошибки соперниц. 14-14. Ваше равенство за мемы готовит. Ирина Кузнецова идет на подачу. Ну, действительно, предыдущая подача «Мороз» совсем уж какой-то элементарной была. Вот это Ирина Кузнецова. Там можно было и первым темпом атаку спокойно организовывать. Ну, подумается, что в случае с Кузнецовой все будет посложнее. А москвички в этой партии, ну, не идеально в приеме играют, испытывают какие-то трудности. Сейчас, правда, Крючкова сделает все здорово. Цепляет блоком Борисенко эту атаку. Махно. Гамова, но низко. Низко это опять занижает ей Хржановская этот мяч. Зачем, непонятно. Тут скоростью ничего нельзя было выиграть. Очевидно было, куда можно пасовать. Это был единственный адресат. А мяч в воздухе до сих пор, пока мы все это обсуждаем. Махно. Янева и Кузнецова еще и в защите пригодилась. Гамова. Отведенные все мячи, поэтому атаки не долетают до площадки. Поэтому столько шансов у защитниц, которые действуют здорово. В очередь Гамова, можно сказать, спасает этот мяч. Потому что он уходил на сторону соперника. Усталось ей навязать борьбу. Что сейчас. И по линии классная атака. Грюн не справляется. Ну, Гамова, какое же терпение в этом розыгрыше. Сумасшедшее она продемонстрировала. Еще, по-моему, там где-то полезное ей по рукам досталось. Так, после розыгрыша она за кисть схватилась. Возможно, когда на блоке эту борьбу навязала. Там, по сути, стоя, она передавила двойной блок сопернице. Ну, это передохнуть. Колоссальные нагрузки. Вы знаете, что за нее выпало. Четыре раза она, по-моему, атаковала. За это длинный, длинный, наверное, самый длинный в этом матче розыгрыш. В антенну попадает Янева, а Кузнецова-то подает сложно, но подает Куличкова. Вот если у нее такая сложная подача пойдет в кого-то из других принимающих, я думаю, что может больше пользы быть для казанской команды, которая без того, в общем-то, вышла вперед. Вот 16-14. Очередная получилась смена лидера у нас попутно. Ну и мы видим, что все больше и больше начинают решать собственные ошибки игроков. Выигрывать с большим трудом удается всем абсолютно нападающим, которые сейчас на площадке находятся. Тут главное не допустить ошибки, главное терпеть. Вот такой сейчас, такой вектор, что ли, в этом матче складывается. 16-14. Достойно друг друга сегодня соперники, где полно за таким волейболом наблюдать приятно. И понимаешь, какая цена каждого выигранного мяча, как он трудно дается для команды. И мы за полетом бороться, с нами вместе пускай забоет. Семена в команду Динава Москва. Вместе Елли и Яниевой. Яни у тебя время не меняют. Анну Макарова. И вот это опять же о том, что я говорил, что нападающим все сложнее и сложнее очки набирать в атаке. Гончарова это дается внешне легко. Она, по крайней мере, сейчас уверенно мимо блока мяч направляет. Может быть, все-таки стоило направление подачи поменять Кузнецовой. Потому что Крючкову и ей расшатать не удалось. Перепелкина. Немножко не туда. Узко для гаммы была эта передача, поэтому она атаковать не стала. Поднимут. Да, подняли этот мяч волейболистки Казани. Ларсон высоко под потолок подбивает. Надеюсь, затрудни первое касание. Макарова здорово она попадает в игру. Мощнейшая атака мимо блока. То, чего, может быть, не доставало москвичкам. 16-16. Который раз уже счет сравнялся. Опять же, в случае с Макаровой надо все-таки, наверное, больше ходовые направления держать. Игроки, которые на мощь свою ставку. Какой мяч Казани и девушки пропускают элементарный. Там и Харжановская была рядом, которая мысленно нацелена была только пасовать и не собиралась играть в защите. Гамова такое ощущение, что могла на блоке, ну не на блоке, из сетки просто прыгнуть и тянуться. И решила пропустить, чтобы не мешать партнерам. И в итоге вот такая нелепица образовалась. Ну, а возвращаясь к атаке Макаровой, мощные игроки, они чаще все-таки ходовые направления предпочитают. А мы видели по тому блоку, когда Макарова атаковала, слишком в линию свалились оба блокирующих казанского «Динамо», которые вынуждены взять тайм-аут. По одному перерыву теперь у тренеров. Потому что в очередной раз выгонялся лидер у нас в этой партии. Макарова, 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 Макарова. Быстро она в основном через стык блока атаковала. Вот сейчас этого пространства свободного там нет. Плюс два московская «Динамо» впереди. И мы видим на блоке они значительно превосходят, что касается результативных действий своих соперниц. Макарова, 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 Макарова. Макарова ошибается. Не попала, вы знаете, в разбег под мяч. То ли проскользнуло такое ощущение, то ли чуть рано вышло и уже опускаясь атаковала. Но было видно, что вышла под мяч нечетко. 18-18. Может быть, не такую передачу ожидала. До Макарова доводит свою подачу Гамова. Но Макарова из приема справляется и в атаку хорошо попадает. И вновь вход. Вот чуть, наверное, больше вход надо ей закрывать. Это совершенно очевидно. Там даже Борисенко-Хржановскую врезалась. Настолько, да, наверное, расположилась широко. Пришлось до нее долетать. 19-19. Сейчас небольшой аут. Мяч летел мне быстро. Разобраться в ситуацию было несложно. Лесим в окно. Готовит Кизову на задней линии. Тем временем Гелезудинов. После подачи она войдет. Останется этот мяч в игре. Да, тут не повезло. И Хржановской на сложный мяч реагировала. И Махно на него реагировала. И поэтому, немножко потеряв равновесие. Второе касание сделать уже не успело. А банн удар был во многом вынужден. Там надо было на блоке повнимательнее быть. И пустить вот эту атаку Веры Улякиной. И пустить вот эту атаку Веры Улякиной. 20-19. Ошибается Макарова. Но она, в общем-то, свою силовую подачу так пока и не нашла по ходу этой серии. Можно было без ошибок постараться обойтись. Возвращается на площадку Мороз. А на подаче другой центральной Казанского клуба Мария Борисенко. Хорошо сегодня все-таки с приемом справляется. Были отдельные ошибки, конечно же. Но вот в целом нагрузка на нее большая в этом элементе. Но тут еще она и в атаке преуспела. 21-20. Меркулова. Тем временем москвичек. Высло усиливать подачу. Вот два игрока, которые для точечных усилений существовали. Меркулова подавал. Ежову принимал. Обе сделали это качественно. Ошибка-то досталась Екатерина Гамовой, которая мимо блока, ну и мимо площадки этот мяч направляет. 22-20. Там таймаут есть еще, кстати, у Герезудинов. Пока он его не использует. Ларсен не успевает сыграть на опережение. И в данном случае быстрая передача только во вред идет. Потому что никаких вариантов Ларсен при этом не имел. А в атаке вот только проскочить быстро в ход. Это направление ей закрыли. 23-20. Московская «Динамо» вновь впереди в концовке. Вот в каждой партии к этому счету москвички впереди. Во втором, кстати, они не удержали этот перевес. Сейчас три очка. Есть. В принципе, на первый взгляд, вполне достаточно. Меркулова. И вновь Меркулова-Ежова. Ежова вновь справляется. Но Гамова на сей раз тоже справляется. Абсолютно все то же самое делалось, что перед таймаутом. Всеми абсолютно участниками этого эпизода. Но только итог другой. Гамова еще почему в линию атакует второй раз подряд. Там Меркулова обороняется. И понимая, что попадет в площадку, вряд ли там в защите сыграет. Тут все очень продумано было. Меркулова задело сетку при подаче, не рукой, а мячом. Это ничего страшного. Просто это легче защитницам. И это вариант доказаний, потому что Ларсон Джордан обманут. Удар хороший производит. Макарова ловится на противоходе и уже не успевает перестроиться за этим мячом. 23-22. Янева возвращается вместо Макарова. Это вновь на задней линии. Сейчас эти расстановки. Она там полезнее в концовке. В приеме в том числе. Ржановская. Быстро очень летит мяч. Грюн выбивает вверх. Сама в атаке. Мяч затрепетал в блоке, но отскочил удачно. И Ларсон не добивает этот мяч. Сейчас Грюн в площадку не попала. Тщательно выцеливала. Надежда была, может быть, и блок зацепить. Но все-таки, надумается, хотела попасть под самую заднюю линию. Не попала. И 23-23. Три очка. А москвички растеряли преимущество в концовке этой партии. И сейчас очень ответственный момент. Так и хочется сказать, как сыграет Гончарова. Напрашивается, что ей последует передача. Но посмотрим. Бывает такой прием еще, что и не отдашь конкретному игроку. Рожановская. Не платим, где подачи из нее перед эти получились. Грюн было тяжело с ними справляться. А вот с этой она не справляется. В общем, не она, Ева Янева. Прошу прощения. В сути это не меняет. Янева, которая вышла для того, чтобы быть на те же опоры на задней линии. С подачи-то не справляется. 24-23. И вновь Ольга Хржановская в концовке в центре внимания. Грюн на сей раз удачно. И она же атакует. Атакует здорово. Вот видите, даже и без Гончаровой обошлись. Ну, очень хорошая доводка, которая позволяла темп атаки сохранить. И мы видим, что Игрюн в линию вход проходит. Тщательно закрывает линию волейболистки из Казани. А москвички-то очень редко-то атакуют на самом деле. Ну, вот шанс у москвичек. Теперь уже выйти вперед. Гончарова мимо блока. А значит, в защите будет очень трудно. Поэтому ничего не смогла сделать. Жордан Ларсон. 25-24. Теперь уже московская. Динамо впереди. Ну, действительно, настоящий триллер у нас сегодня, а не матч. И вот такая нелепая ошибка. Невольно, да, вспоминается ошибка Борисенко в предыдущей партии. Какое же нервное напряжение у волейболиста. Как же тяжело им сейчас это воправдание. Такие ошибки, к сожалению, от закрепощенности тоже в том числе. 25-25. 25-25. Ларсон. Тоже ошибается. И тоже не хотела подавать ведь с максимальной степенью риска. Так накатывала по задней линии. Анжелина Горюн. Опытнейший Горюн. Который уж, бац, исчезня точно нечего. Справляется Махно. Гамова. Мяч остается в игре. Будет ли атака? Нет, не будет атаки. Потому что Ларсон был не в задней линии от мяча атаковать. Дубава не забивает первый. Не забивает во второй. Против нее третья попытка. Обманный удар. И падает мяч на стороне казанской команды. Вторая партия остается за хозяйками площадки. 2-1. Московская Динамо выходит вперед. Динамо-2. Казаный закончился. Второй матч. Динамо-4. Результат матча. Динамо-2. Статистика третьей партии. Все на ваших экранах в приеме, в атаке. Ну, абсолютно сопоставимые цифры. Чуть побольше ошибались москвички. И они же эту партию выиграли. Вот такой парадокс. Хотя, я думаю, что это не суммарная статистика, видимо, по ошибкам. Потому что за одну партию столько нельзя ошибаться. А вот Эйса было похоже, что за один сет. Ну, не важно. В общем-то, сейчас действительно ошибки на первом плане. Тут ничего не скажешь. И мы видели и судьбу второй партии. Они решили, ну, в третьем сете, может быть, не повезло. В последнем розыгрыше. В волейболистском Казани. Такой рикошет был от блока замысловатый. И игрок вроде постраховал. Но при этом сам же оказался в позиции, где больше помешал своим партнерам. Так что очко досталось волейболистскому Москве, которые выиграли второй сет. И продолжается этот интереснейший матч. Явно лучший пока матч финальной серии. И вообще, получается, пока женский финал интереснее Мускова, который параллельно развивается, проходит. Потому что «Зенит» Казанский в трех сетах сегодня победил столичное «Динамо». Причем там до таких совсем усложных концовок дело так и не дошло. И москвичам здесь же на улице Лавочке придется доказывать, что они не случайно в финал попали. И заслуживают этого. Гончарова и здесь умудрилась затруднить. И, может быть, даже и выиграть. Нет, Гамова сумела мяч вернуть на сторону соперниц. И сумела закрыть Гончарову. Грюн. А Грюн от блока в аут очень грамотно. Да посмотрите, как москвички цепляются за каждое очко. Как они терпеливо сейчас играют. Вот этого терпения зачастую не хватает командам. Все-таки дождались возможности организованной атаки. Ну, хотя бы возможности отдать более-менее качественную передачу. Понятно, что пасовал не связующий. Тут организация атаки говорить сложно. Но Грюн использовала максимум, что можно было в этой ситуации. Гамова. Поднимает мяч Гончарова. Ее закрывают, в свою очередь. Было бы так красиво, да, чтобы Гончарова поднимает мяч от Гамова и сама забивает. Звучало бы красиво, но на практике все сложнее. Значительно, потому что и у Гончаровой цвет нот небольшой случился. Время там на то, чтобы найти решение не было. Именно потому, что она из защиты выходила 2-1. Но сегодня, пожалуй, нет такого преимущества, которое спокойную жизнь одной из команд может пообещать. Но с другой стороны, не было и преимущества большого в счете, по сути. Там 4 очка, может быть 5 в какой-то момент максимум. А то надо вспоминать, я так специально не отслеживал. Но вот по ощущениям, так уж совсем провалов-то не было. Команды действительно за каждый мяч бьются и бьются максимально возможной эффективностью. Поле. Здорово, сейчас атакует Янева. Но вот последние 2-3 атаки за нападающими было, можно и так сказать. А у нас был такой длительный отрезок, когда защита преодоладала на нападение. Первых темпов мы много сегодня так и не увидим. Ну и по большому счету, ни одна из команд в пользу себе игру в центре сетки пока так обратить и не смогла. Больше эффективны вот такие атаки крайних нападающих. Гамова аккуратненько. Сейчас и касание блока за нее сыграло. Но приносит 4 очко своей команде. Даже смотришь на сегодняшний матч и думаешь, откуда же вчера взялось 2 партии по 25-16. Как в игре таких команд такое может быть. Но было в этой серии и 25-13. Вот смотрю самый крупный счет. Он был в первом матче в Казани. Москвички берут перерыв, потому что старт партии они давненько так не отпускали. Тут сразу минус 3. Понятно, что сет у них в запасе есть. Но, конечно же, общинников у пятой партии играть совершенно ни к чему. Хотя пищи для размышлений у нее, как и для тренера сборной, такой матч очень много даст. Кто на что способен в экстремальной ситуации. Сегодня весь матч как экстремальная ситуация. Махно. На ее подаче этот рывочек образовывается. Подача у Леси надежна. Она как раз теряет едва ли не меньше всех участников сегодняшнего матча. Статистики подобной у меня под рукой нет. Вот так визуальные наблюдения, что ли. Янева падает. Падает мяч в той же шестой зоне. Если уж мяч туда добирается, в защите он не играется. Сейчас задел блок. Вроде бы смягчило мороз, как могло. Но не настолько, чтобы защитницы успели эту зону ответственности блока закрыть. Закрывает Гончарова. Но она тут сама, наверное, не права. Из всех направлений направление Гамовой наиболее малоперспективным, что ли, выглядело. С другой стороны, наверное, по ширине передачи ей сложно было играть перевод по пятой зоне. То есть в обратном отгамовое направлении. Вон там с мимо блока попасть не получилось. И еще раз работает блок казанской команды. Вот он. Вот он заработал. В первой партии был отрезок. И потом такие какие-то совершенно одиночные акции мы видели в этом элементе. С системой там и не пахло. Ну вот сейчас вроде разобрались, получается, с нападением москвичек. И хороший, хороший такой отрезок выдается. Тут еще и сложности в приеме. И без борьбы мяч отдается на сторону казанского Динамо. Гамова на одном блоке. Ну и можно даже не говорить, чем все это заканчивается. Это 8-3. Вот такой вот рывок. Ну то, что казанская Динамо пять очков не выигрывала, по-моему, это абсолютно точно в этом матче. И уж точно москвички так первую часть сета не проваливали. Сейчас надо им возвращаться в игру. Постараться до следующего технического перерыва хотя бы сократить этот разрыв счета. Это вполне реально пока. Потому что если он сохранится и ко второму техническому тайм-ауту, там, может быть, уже Овчинников начнет и лидеров менять. Давайте им отдохнуть перед пятым сетом. Включать подобное нельзя. Но посмотрим. Ну, видите, что Дилижудинову даже и добавить нечего к тому, что написано на табло в этой партии. И давно он уже пообщался со своими подопечными. Практически не потратил на это время. Больше надо, наверное, дать игрокам отдохнуть. Не загружать их лишней информацией. Они и так сейчас здорово действуют. Вот разобрались с блоком. Это прежде всего. И теперь уже на подаче. Гамовой продолжает увеличивать это преимущество. 23 очка Екатерина. Ну, Ночаровой, наверное, чуть-чуть побольше все. Ночарова еще более увеличивает свой баланс. 8-4 от блока в антенну. И вновь мы видим, что стойк блока попадает. И по высоте Ларсон пропускает этот мяч. А в атаке, а в атаке хороша американка. Вот эта быстрая передача. И... Видимо, что опять же в ход забиваются мячи. И очень немного атак сегодня в линию. А, пожалуй, только вот Гамова и Гончарова. Они вынуждены просто от того, что играют на групповом блоке. Часто на тройном искать разные варианты. Они вот крутят. Остальные большим частью нападают в ход. Греон. Хороший обманный удар. Передача такая сложная для того, чтобы блок обыгрывать именно ударом. А вот скидочка очень элегантная получилась. И москвички, по крайней мере, не дают соперницам уйти дальше в счете. Морозова. Гамова. Хорошая атака. Нет, нет. Не доползет. Буквально уже проползала к этому мячу Вера Улякина. Понимаешь, что не добежать. Но... Там и сетка, конечно, заставила ее таким образом перемещаться. Видите? Тут по-другому не проскочить было. Но мяч значительно дальше упал. 10-5. Ларсон. Второго Лана выбирает место в защите. И классный обманный удар. Кто-то Борисенко подключили с задней линии. Нет, показалось. Конечно же, это Гамова была. Борисенко и скидка ее фирменная. Не так часто, кстати, она в этой серии проходит. Ее ждут москвички. Но вот сейчас все сделано быстро и хорошо. И очередная удачная игра на блоке от Марии Борисенко. 12-5. Казанская Динамо. Серьезный, достаточно задел делает. И второй, и последний свой перерыв использует Овчинников. За него остается еще и технический тайм-оут, наверное. Но, собственно, ситуация-то при этом пока не меняется в этой партии. Слишком уж много эмоций в концовке предыдущей партии отдали и те, и другие. И москвички, добившись победы, может быть, слишком уже радостно выдохнули. И слишком уже облегченно. Поэтому никак не могут собраться в четвертой партии. В лоб попадали нападающие раньше, просто большинство этих мячей страховалось. В общем, подача-то классная, прием-то классный у Грюн второй подряд. Вроде бы все для нападения сделано, но вот не забивают. И на сей раз Грюн проходит все-таки. Сдвигается из этой расстановки москвички. Но сейчас надо как-то начинать загонять. Вот передняя линия мощнейшая, где Грюн и Гончарова одновременно. Всего одна такая расстановка. Может, сейчас что-то получится. Но не получается остановить Марию Борисенко. Слишком уж простой оказалась эта подача Улякиной для Джордана Ларсона. Посмотрите, практически идеальная доводка. И тут вот слезующий сам ширину этой атаки мог определять. Все четко сделала Коржановская. Очень удачно она сегодня заменилась. Да, тоже не без шероховатости ее игра, безусловно. Но вот по духу игры получается здорово. Она вошла. Поувереннее себя партнеры. Главное, стали чувствовать. Видите, на постраховке работает. Махно. Гамова. Не проходит этот обманный удар. Но затруднить сумела вроде Екатерина. Если бы не атаковала сейчас Наталья Гончарова. А она-то всегда какие-то варианты находит. Острые. Вот сейчас закручила от блока. Часто друг против друга эти игроки оказываются. Естественно, вот эту микродуэль конкретную выиграла. Менчарова-Макарова выходит вместо Янивой. Передняя линия уж точно ее. И сейчас мощи в атаке москвички пытаются добавить. И вновь классный прием Джордан. Просто классный. Отправляется она подавать. С такого приема можно играть все, что захочет связующий. Все, что задумано. И блестящую атаку по линии мы видели. И вновь ходовое направление. Вновь Макарову не удается в нем остановить. Еще и по высоте она, конечно, хорошо эти мячи сбивает. Так что все это очень-очень непросто. Но уж мощь ее атак не видите сами. Ну, Мороз заигрывать, по-моему, дело абсолютно бесполезное сегодня. В итоге это минус сачко для казанской команды. Попытка попробовать первый темп с Региной Мороз. Много об этой серии высказывает специалист. Но Владимир Кузенкин, в частности, отметил, что это слабое место казанской команды. Именно игра в нападении Регины Мороз. То есть, по его мнению, едва ли не без одного нападающего казанская игра и команда. Сегодня вполне это все наглядно, согласитесь. Мороз в нападении весьма неэффективно. Москвичек просто первый темп играется меньше. Там даже трудно сказать, кто сильнее, кто слабее из нападающих. Может быть, слабее слово, неправильное. Примерно одинаково эффективно играет и та, и другая. Другой вопрос, что эта эффективность могла быть больше. Ну, может быть. Сейчас Морозова на сетке проворно сыграла. Там, где главная ее работа. 15-10 замена. Леся Махнов получит очередную передышку. И Ежо. Еще одна из волейболисток, которая в свое время за столичные «Динамо» выступала. Сейчас прием. Динамо по задней линии. Очень четко, аккуратно. Второй технический перерыв. Второй технический перерыв. Шесть очков преимущества. Ну, получается, даже немножко увеличили его казанские девушки. Было 8-3. Плюс пять. Теперь плюс шесть. И, в общем-то, никаких затруднений в игре казанской команды сейчас не видно. Да, они достаточно четко и контролируют ситуацию. Никаких предпосылок к тому, что будет какой-то провал. Честно говоря, я пока не вижу. С приемом справляется. Даже Ларсен просто как часы отрабатывает в этом элементе. Вот последний вот этот сет-то уж точно. Может быть, где-то москвички упростили подачу. Может быть, не получается сложная подача. И у них есть единственный игрок, который выходит подавать. Юлия Меркулова. Может быть, еще мы ее увидим. Потому что усиление просто, ну, напрашивается этой партией. Безагрессивной подачи москвичкам будет трудно. Но пока надо справиться с подачей Гамовой. Которая постарается, конечно, Макарову найти своей подачей. По линии все четко и не попадает в площадку. К Макаровой-то все очень близко было, но это аут. 16-11. И, в свою очередь, Макарова на подаче. Отказывается от силовой, понимая, что она у нее не летит. Но подача вот без прыжка у нее такая простенькая. Достаточно. Мороз. Ну, не забить ей сегодня никак просто. Гамова. Нет, был бы, может, кто-то другой. Игрок пониже, побыстрее. Достало бы этот мяч. Для Гамовой, конечно, такие длинные забеги непросты. 16-12. Сократился разрыв. Вот попытки подключать Мороз в атаку как-то дорого. Обходятся казанскому клубу сегодня. А вот Ларсен сделала все очень грамотно. Редкий такой достаточно. Но это не удар был. Это был такой обманный удар. Это разновидность, конечно, удара. Но это была все-таки скидка. И она оказалась абсолютно неожиданной. Замена Ирины Кузнецовой вместо Мороз на подаче. Вот нету центральной блокирующей в распоряжении Гелезудинова, чтобы полноценно, что ли, заменить игрока. У него есть Мария Беловородова, которая нечасто появляется на площадке. Молодая Татьяна Щукина. Ну и, собственно, это все не те варианты, наверное, которые могли бы усилить игру своей команды. Его команды. А вот на подаче помощь от Кузнецовой. Затруднение у Грюн. Бельчарова попадает. Блестяще. Не самая простая из ситуации. Передача за голову шла. И посмотрите, опять поверх блока накат. Очень все четко, очень грамотно. Меркулова. Вот о чем мы говорили. Динамо тоже понимает, что надо как-то усложнять прием соперницам. Ежова вновь ей принимать. Грюн проходит мимо блока. Ну что, так заметно сократился разрыв счета. 6 очков было преимущество казанской команды. Ровно половину москвички отыграли. И далеко не очевидно теперь, да, что эта партия закончится именно в пользу Динамо-Казанского. По крайней мере, тайм-аут сейчас берет Решат Елизатинов. Ну, такой перерыв, наверное, больше психологический. Там разговор был достаточно короткий. Понятно, что вышел игрок на подачу. Игрок подает сложно. Надо ему как-то мешать. А перерыв в указании еще один остался. В отличие от москвичей. Ларсов вновь хорошо справляется. Гамова так шла нацеленная на обман на удар. Она, честно говоря, не помышляла об атаке, что немножко странно. И там москвички увидели это заранее. Все сделали шаг вперед. И если даже она прошла, я думаю, ну не упасть там этому мячу никак. Читалось все это. Там удар совсем уж как-то не маскировал свои движения. Намерения Гамова сейчас повезло. Вот тут по-другому не скажу казанскому «Динамо». Потому что в какой-то момент такое ощущение, что они не знали, что делать в атаке. Как сниматься вот с этой подачи. При том, что прием был. Возвращается на подачу, на площадку Махно. Вместо Ежовой на переднюю линию. Но на подачу Ларсов 18-15. Здорово, Ларсов действует в защите. Но вот Гамовой надо нападать, конечно. Не надо там придумывать эти обманы удары. У нее есть несколько обманных ударов очень неожиданных. Но это когда все окапываются на задней линии. Когда все уверены, что она будет атаковать. Если она так вот заранее, как в том случае, показывает, что будет обманывать. Естественно, такие удары вряд ли пройдут. Дрюм. Хорошо сыграла в защите Ланова. Гульчарова обманный удар. Но тут низкая ей-то передача. Фарисенко. И в этот раз прошел обманный удар. Вроде знают москвички. Троем там уже в этом месте находились. Получилось, что их и мешали, наверное, друг другу. Давайте еще раз посмотрим. Вот и Крючкова там. И еще два игрока. Троем на двух квадратных метрах тесновато. Согласитесь. 20-15. Вот чуть-чуть Казань отпускает в счете. Крюм. От блока в аут на сей расчет. Но переводы по линии достаточно эффективны. Мы видим, тем более там часто через связующих приходится. Атаковать, как в данном случае, через Хржановскую. У Грюм там заметное преимущество. И в росте и высоте, естественно, съема. 20-16. Гамова. Вот этот обманный удар прошел. Потому что блок был тройной. И страхующим, конечно, так однозначно все решать заранее тут было сложно. Ну и Алатова все обманывает, да? Гамова в этой партии где-то со средины. Может быть, и подустала немножко. У Янива неудачный такой прием. И тем не менее, и москвичики зарабатывают точку. Остановились. Такое ощущение, что были болезни Казани. Отжидая судейского слизка. Но при первой касании небольшая задержка там допускается. И эту степень допуска, наверное, Янива не превзошла сейчас. И все абсолютно объективно. Поэтому надо доигрывать был этот розыгрыш. Что сделала Наталья Гончарова. Которая еще одно очко приносит своей команде. Вот давней-ка не было ошибок в приеме. Махно, Махно не так уверенно, как Ларсен и Улановы. Это безусловно. Тебе посильнее в этом элементе. И второй тайм-аут Гензугины берет. Вновь в ситуации, когда разрыв сокращается до трех очков. Вроде бы снова после тайм-аута увеличили преимущество его подопечной. А вот сейчас опять подпустили соперника за такое опасное расстояние получается. Грю. Что не очень хорошо, конечно, Гензугины действуют. Вот именно общая игра. Есть такое понятие в волейболе, когда все элементы не выпадают у нее на высочайшем уровне. Сейчас, правда, ведь получилось, что ее сглазило. Считается она на подаче редко. А вот после тайм-аута, ну а можно сказать и по-другому. Гелезудинов добился своего. Выбил ее немножко с ритма и заставил. Часто упрощение подачи приводит к ошибке. Неоднократно это уже отмечалось, особенно вот в таких нервных достаточных ситуациях. Ларисенко. Гончарова, естественно, будет атаковать высокий мяч. И закрывает ее Регина Мороз. И причем я не назову этот блок плотным. Там между игроками было приличное расстояние. Вот так, хоть блок и двойной, но где-то там с полметра между Гамовой и Мороз сейчас было. Вы видите, обратите внимание, а то и побольше. Но вот Гончарова не смогла эту лотейку найти. 23-18. Ошибается Борисенко. Каждая партия у нее по ошибке просто негодует она сейчас, но на себя, естественно. И второй раз уделает это в концовке. И Мороза за передней линии, естественно, возвращается в москвичек. Мария Перепелкина на подаче. И находит опять Лесю Махно, которая не очень уверенно себя себя чувствует в этом элементе. Заменить ее больше не получится. Ежова уже один раз по задней линии проходила. 23-20. Вот впервые, пожалуй, к такому счету казанская команда впереди, но вряд ли это большое утешение, потому что преимущество это было куда больше, нежели три очка Гончарова. Дорота в Ларсен действует в защите. Но Махно зато в атаке хороша, а то тоже ничего не скажешь. 24-20. 24-20. Да, ну что ж, похоже, на пятой партии не избежать. Хотя 4 очка для женского волейбола это не так уж и много. Словно даянивый мяч, отведенный, выиграть здесь было сложно. Гамова, ну неудачная опять какая передача. В простой абсолютно ситуации даже не могут доставить мяч своему нападающему. Здесь, конечно, Коржановская, ну не права, как минимум. Простая передача повыше. И ошибаться при таких моментах не стоит. Так что одну очку у Москвички отыграет. Мяч Роу не сам. Устрая подача. Мяч до аута не долетел. Так до конца пыталась у Ланова этот мяч контролировать. Надеюсь, что он до аута все-таки дойдет. Нет решения играть. А тут еще и гамму закрывают. 24-22. Два очка от всего перевеса, а тайм-аута в пункте Людмилово нет. И имея на передней линии Ларсона гамму, Казанская Динамо теряет очки. Во высоте хорошая, и тут уже никаких вариантов. Честно говоря, не надо мудрить, когда играешь с гаммовой. В общем-то, ей надо качать. Качество бывает часто достаточно. 25-22 берет эту партию Казанская Динамо, и нас ждет тайм-рейк. Пятая решающая партия. Пятая партия. Два часа провели на площадке участницы сегодняшнего матча. Но пришли лишь к тому, что должна быть сыграна пятая партия. Еще буквально минут через 10-15 мы узнаем, будет ли эта партия последняя в сезоне 2011-2012. Или нам предстоит еще один не менее увлекательный поединок в Казани. Видите, эта статистика суммарная. По итогам четырех сетов. Теперь это понятно. На блоке равенства прием атака все примерно одинаково. Ну и счет, собственно, 2-2. Так что тут действительно достойные друг друга соперники. И даже партия, которая вроде бы складывалась легко для Казанского Динамо, завершилась достаточно интересная. Я про четвертый сет. Ну а пятый это и вовсе непредсказуемое. Нечто нас сейчас ожидает. Ольга Хржановская на подаче. Стало быть, Казанская Динамо будет подавать. Ну и здесь уже на старте отпускать соперник далеко нельзя. Партия быстрая, скоротечная. Здесь, наверное, особое значение, как сыграют Гамову с Гончаровой. Это и так понятно. Но в последнем сете соблазновать мяч лидеру будет, наверное, еще больше. Не ввиду в другой ситуации. У нас подача из атаки Гончаровой. Начинается пятый сет. И эта атака удачная. Гончаровой вводит столичный Динамо вперед. 1-0. Смотрите, сразу же после первого мяча замена. То есть ядеву один раз на одну расстановку в приеме всего использовали. И тут же убрали. Но это возможность ее еще вернуть в концовке. Это понятно. Но для одной расстановки, согласитесь, необычная достаточно ситуация. Бывает, Сузанинский игрок пройдет, после этого его подвинет. Молодец. Здесь вот так вот. Здесь уже мелочи, детали. 1-1. Кстати, бывают иногда и такие случаи. Не знаю, тот ли это или нет, когда тридеры механически в расстановку вносят не тот номер игрока. И потом уже вынуждены делать замену. Но эту замену можно было бы сделать до первого розыгрыша в таком случае. Так что я думаю, это не тот случай. Ну а москвички вновь добиваются успеха в атаке. Макарова показывает, что не зря ее к сетке выпускают. И я думаю, что минимум два круга она у сетки может пройтись. Но тем временем москвички выигрывают третий очко в этой партии. 3-1. Подача Перепелкиной оказалась слишком сложной. И вновь, по-моему, да, Леся Махно, она нашла своей подачи. Тут тоже Гелезугинову моменту ловить. Когда выпускать тяжелое место Махно? Сейчас Макарова на этот рикошет среагировала. Мяч в игре остался. Махно. Гамова. Ну, на все расчетки она блок проходит. 3-2. 3-2 впереди пока московская «Динамо», но подает команду из Казани. Борисчики «Динамо», а теперь надо всем конследовать посвистить и пошуметь. Махно. Блок казанской команды. Ну, вот когда в начале предыдущего с этого ларьболитского из Казани работал блок, сразу заметным, да, какое становилось преимущество. Но вот не удается надолго им этот элемент держать. Соперники тоже в атаке не просто так стоят. Что-то придумывают постоянно. Макарова. На сей раз ход ей закрыли. Еще одна передача. Еще сильнее атака. В линию попытка сыграть не проходит. Но мяч по-прежнему в воздухе. Гамова. Нет. Слишком отведенный мяч. И не было уверенности Екатерине, как решать эту задачу. Постраховать ее не сумели. Уже попробовал, наверное, отыграться от блока. Надеялась на удачный отскок. Ничего подобного держаться ей не получилось. Четыре-три. Четыре-три. Там, в принципе, справляется. А мяч удачно отскакивает от казанского блока. Такое ощущение, что он там попал в одного, потом в другого. Да, вот так оно и есть. В руки Джордан. Причем поочередно в каждую. Из рук американки. Потом удачно отскочил в руку Мороз. И после этого почти отвесно упал на сторону столичного Динамо. Вывел это вперед казанский клуб 5-4. Ну а Сергей Овчинникова заставил взять перерыв. Гамо по-прежнему будет подавать. И, наверное, ну вот, подавая Макарова, она не только там ищет слабое место. Понятно. Она еще из атаки ее вытаскивает. В этом случае проще понимание, что будет атаковать Генчарова, очевидно. Вот сейчас, смотри, страховалась после перерыва. Центр площадки. Мяч направила. Ну и Макарова-то закрыли. Мороз второй очко подряд набирает. Ну, первое там ей повезло. А сейчас хороший полноценный блок. Причем второй раз подряд она не пустила в ход Макарову. Вот о чем говорили. Больше ходовое направление этому игроку закрыть. И у нее начнутся трудности. Гамова. Классная подача. Сложно отведенный будет мяч. Но вот чем сложнее, тем лучше, как выясняется. Потому что здесь Макарова сумела под руки. За той же, по-моему, Регине Мороз попасть. 6-5. Всего ночко преимущество осталось у казанского «Динамо». Крамова по блоку ваут. 7-5. Замена Ирины Кузнецовым на подачу. Ну, все, которые замены наставники делали по ходу всего матча, я думаю, все мы увидим и в пятой партии. Тут, сами понимаете, любая мелочь может оказаться решающей. Так что Ежова еще на задней линии наверняка появится. Меркулову на подаче. В один блок попадает Ларсен. Но опять занижена передача. Но некогда игроку принимать решение. Тут успеть бы ударить. Понятно, что с одной стороны и второго блокирующего не успеть. Но тут уж перебор, по-моему. Практически без разбега остается Ларсен и без прыжка. Место Морозовой. Меркулова. Место Морозовой. Ожидаемая замена. Ларсен не риснула второй раз силовую атаку подряд. Но придется ей атаковать еще раз. И под заднюю линию она четко попадает. Меркуловой сложно, конечно, такой мяч поднять в защите. 8-6 смена сторон. Интересно, что за 4 партии не только по 2 сета команда выиграли, но и абсолютно одинаковое количество очков набрали. Настолько равная сегодня борьба. Борьба, в которой 2 очка могут оказаться перевесом достаточно серьезным. Ларсен. Ларсен. Борьба не попадает на одном блоке. Удивительный момент абсолютный. Она сама не понимает, как же такое произошло. Вроде бы все удобно. Все понятно. Но слишком, опять же, далеко от блока мяч увела. Проще можно выигрывать было. И вновь. Одно удар. Борисенко какой уже раз. За блок. Вот сюда. В 3-метровой линии. В 4-й зону. И в который раз это уже проходит. Странно, что все время там Либера вроде до по страховке никогда не успевает. Вот такой мяч красивый поднимает сейчас Ларсен. Гамова. Не рискует уже атаковать. В неочевидной ситуации. Махно. И Борисенко уже так двумя руками для надежности этот мяч играет. И добывает на своей команде очень важное очко. 10-7. Сегодня тайм-аут у Арчинникова. Есть о чем подумать. Когда его использовать. Болельщики Динова-Трубовщики. Все вместе. Боржановская. Было там касание. Блок. Да, было. Приказы для атаки Гончаровой. 10-8. До конца бьются волейболисты. В Москве, ну, тут отступать-то некуда, потому что закончится на этом сезон. За малейший шанс надо цепляться. Вот сейчас поднимают атаку Гамовой, но не страхуются чему-то Гончарову, который, ну, сложно было там выигрывать. По сути, с места она этот мяч атаковала. И ее атака подразумевала по страховку, но ее не оказалось. Казахская команда 11-8. На подаче Мария Борисенко, которая, наверное, в уме помнит свои ошибки сегодня. Непривычно много для нее их было. Именно в этом элементе я имею в виду, конечно. Коржановская хорошо в защите, Ларсен в атаке. Не рискнула, сыграла так надежно. Гончарова вновь на задней линии Хридановской. Блестяще действует еще раз Гончарова. Но на сей раз такой мяч не поднять. Блестящий перевод в линию. 11-9. Очень важный розыгрыш. Проиграем его у москвички. Минус 4 в концовке. Это почти что уже все. Было бы, но а так шансы, конечно же, бороться остаются. Рей Перепелкина, наверное, будет Махно выцеливать. Не раз она уже с успехом это делала. На сей раз Махно с подачей справляется. Гамова поздать не попала, но не знаю. Тут надо смотреть. Нет просмотра. Ни готовят просто волейболистки Казани. В принципе, они уж там на желтую карточку эмоции проявили. Надо понять, какая ситуация в игре. И арбитер направ, что никаких карательных акций не делает. Тут, конечно, надо смотреть этот эпизод. Да, площадка 100%. И первое впечатление было такое. И куда-то усмотрел арбитер на линии. Это, наверное, еще больше раззадорит волейболисток Казани. Другое дело, что от преимуществ это всего одно единственное очко. Осталось и сейчас сплошные нервы. Сейчас обидно втянули. Классную атаку Гамова провела. Справилась с приемом Махно сложной подачи. Сейчас все это по новой предстоит проходить. Уже под другим давлением. Вот арбитер на линии, как правило, на эти матчи все нейтральные. Ну и такие ошибки допускают, конечно же, нельзя так. Слишком великая цена. Ну, Гамова уверенно забивает. Ну, что она сделала и в предыдущем случае. Будем объективны. У нас такая возможность есть посмотреть повтор, поэтому... 9-10. Махно. Пенчерова. Ну, там каким-то чудом этот мяч Ларсен поднимает в защите. Но это ошибка при передаче у Лякиной. 13-10. 13-10. Наверное, знаете, где-то в душе главный арбитр понимал, что соглашаясь с решением Линейного, сомневался он, по крайней мере, в своем решении. Он согласился, потому что, возможно, не видел, куда мяч попал. Но вот в душе-то всегда опытные судьи понимают, что что-то тут не так было. И сейчас вот фиксируют эту передачу у Лякиной при таком счете. Там ошибка была. Была небольшая, но не всегда такие свистятся. Так что здесь все достаточно объективно. Ну, москвички даже и не спорят. Вы понимали, что тут действительно арбитр имел право на счет какой-то фиксировать. 13-10. Махно на подаче. Макарова. Вторая ее атака. Попадает на сей раз она в площадку. Так, знаете, на тоненького. Там, видите, расстояние-то какое было. Ну, тройной блок уж тут вход просто некуда было идти. И Макарова молодец. Тут она, конечно, показала, что в ее арсенале и такие атаки имеются. Гончарова. Джордан вновь справляется. Гамова. Остается мяч в игре. Вновь Макарова. Мороз в этой партии на блоке. Хороша, конечно. Всюду успевает. Куда сейчас мяч отскакивает? Нет, пока еще в игре. И вновь Мороз приносит 14-е очко своей команды. Всего один мяч отделяет казанская «Динамо» от победы чемпионата страны. От второго подряд чемпионского титула. Гамова на подаче. Мощнейшая атака Макаровой. И уж полина прошла мимо блока. Конечно, в защите очень и очень сложно такие мяки поднимать. Гамова сделала все, что можно. Но это оказалось недостаточно. 14-12. Еще два. Чемпионат гола осталось у казанского «Динамо». Несложная подача Макаровой. Гамова. Все. Казанская «Динамо». Второй раз подряд становятся чемпионками страны. Удерживают за собой почетный титул. Решатки Лизутина становятся тренером. Одним из немногих. С учетом великих побед и победных серий «Уралочки». Кому удавалось со своей командой выиграть более одного чемпионата. Ну и, собственно, в этом сезоне нашим клубным женским нам осталось только награждение. Увидеть остальное все уже позади. Закончился «Динамо» чемпионата России. Лидий Дублин, это было бы. Первое место заняла команда «Динамо Газай», второе место «Динамо Москва». Приготовились к церемонии деньгождения. Лидий Дублин, это было бы. «Динамо Газай». Готовится награждение и сейчас объявляют лучших игроков матча. Поэтому я сделал паузу, послушал. Но получилось «Легионеры» сегодня лучше в этом матче. По крайней мере, так признали. Анжелина Грюн в столичном «Динамо». Я уже говорил, что игрок может быть не самый броский, но незаменимый для москвичек. Ну и Джордан Ларсон. Тут надо дать должное. Она сегодня хороший матч провела. Долго искала свою игру в нападении. Потом вот главное, что можно сказать, надежность. У нее в игре была. И эта надежность стала определяющим. Она прием выдержала, но изумительно. Просто я другого слова и не подберу. И в атаке, ну не проигрывала. Выигрывала, где могла. Не проигрывала практически ничего. Это стало главным. Но теперь уже награждение. Почетный трансфейн вновь направляется в Казань. А пока арбитры матча получают памятные призы от Федерации волейбола. Это такая традиция, судим, которой обслуживают решающие матчи национального кубка. Ну и получается и решающий матч национального чемпионата. Вот такие памятные трофеи достаются. Это действительно для любого арбитра веха. Обслуживать матч, который был определяющим в том или ином сезоне. Удался финальной серии. У нас тут ничего не скажешь. Хорошие четыре матча. У каждого своя драматургия. Даже то, что москвички провалили первый поединок. И это тоже придало особый колорит дальнейшему развитию событий. И все смотрелось очень-очень интересно. Объявляют людей, которые будут в награждении участвовать. Здесь все руководство Федерации нашей ВФВ. И президент Станислав Шевченко, и Владимир Паткин, генеральный секретарь. И Владислав Фадеев, отвечающий за женское направление в нашем волейболе. Ну и вызываются команды. Понятно, что с разным настроением. Ну, москвички достойные. Провели сезон. В принципе, выиграли Кубок России. Победили непосредственно Казанское Динамо в финальном матче. Я вижу, что Анжелина Грюн в принципе хорошее настроение. Но она действительно, наверное, этот сезон может быть довольна. Поиграла в серьезном клубе. В принципе, не первый, конечно, серьезный клуб в ее карьере. Но, тем не менее, вернулась она из пляжного волейбола. Только вот с минувшим летом поиграла за сборную. Вот первый ее клубный сезон после какого-то перерыва. Такой серьезный столичный Динамо. И такой удачный, в общем-то, если брать ее вклад в игру команды. Очередной титул чемпионский Екатерины Гамовой и Марии Борисенко-Брадаковой. Нам показали их крупным планом. Наверное, не случайно. Это действительно заслуженные люди. И команды, в которых они играют, борются только за золотые награды. Это уже как аксиома в нашем волейболе. Вообще, надо и Динамо, и Москве отдать должное. Уже девятый финал у столичного Динамо был подряд. Москвички удивительную стабильность демонстрируют. Все-таки все это происходит во времена, когда много клубов претендует на лидерство в нашем волейболе. И меняются постоянно соперники столичного Динамо по финалу. Там была и Уралочка Екатеринбургская, и Заречья Одинцова, и Динамо-Казань. И забыл ли я еще кого? Сейчас главная стабильность столичного Динамо в данном случае, как вы понимаете. И эта стабильность вызывает восхищение. Российская газета лучшего игрока Чемпионата России определяла. Давайте посмотрим. Приз имени Великой Людмилы Булдаковой. Булдаковый, наверное, правильно. Представитель газеты, один из ведущих журналистов, встречающих волейбол Илья Тресвятский, включает этот приз и получает его Анжелина Грюн. Вот бывают случаи, когда игрок вроде бы проигравший команды, но становится самым ценным игроком крупного турнира. Ну, действительно, Анжелина хороший сезон провела. Но тут дело в том, что не после этого матча определение шло, а до участвовали в опросе тренеры команд всех клубов Суперлиги. И они наживали свою тройку. Так что здесь все абсолютно объективно. Здесь никакого такого, знаете ли, нет натяга в этом. Они считают, что Анжелина Грун действительно лучшая была в течение длинного вот этого сезона. Глубного, а не конкретно этой серии или конкретно этого матча. Так что вот еще такой трофей у нее останется на память о стране, в которой она родилась. Но она родилась в Советском Союзе. Может быть, по факту это было там где-то в Душанбе. Сейчас это уже не наша, конечно, территория. Но все-таки выходец из нашей страны прекрасно говорит по-русски. И, наверное, хорошо себя чувствовал в столичном Динамо Анжелина Грюн. Ну и получают серебряные награды волейболистки. Есть у многих из игроков этой команды и золотые медали. Не у всех, конечно. Даже Юлия Морозова первый свой сезон проводит в топ-клубе. До этого она играла в Челябинском автодор Митари. Анна Макарова перебралась в Динамо из-за речи Одинцова. Гончарова грустная. Игрок столько сделавший для того, чтобы команда победила. Но что она еще могла сделать? Да, так невольно хочется сказать. Вера Улякина в прошлый сезон была в Казанском Динамо. Перебралась сюда в Московское. Так что ее триумф был в прошлом году. Ну а в Казань на ее место пришла Мария Бабешина. Перебралась в Казань к своему супругу, которая играет за «Зенит» связующий. Ну и заодно к очередному своему чемпионскому титулу. Мария до этого играла в «Уралочке». И там, в принципе, наград и титулов тоже какие-то у нее были. Ну и сейчас награждение чемпионов страны столичные «Динамо». Сколько уже трофеев в своей карьере Мария Бородакова-Борисенко получала. Она и капитан сборной, она и капитан практически всех команд, в которых играет. Хотя я говорил, что не так часто увидят в современном волейболе, когда именно центральный блокирующий становится капитаном команды. Так что здесь игрок с крепким характером и колоссальным авторитетом. Именно поэтому, наверное, Бородакова является капитаном во всех командах, повторюсь, в которых играет. Держи. Она выступала за границей, там, я не знаю, честно говоря, была она капитаном или нет, не уверен. Но вот в России тут безальтернативная основа. Это при наличии таких авторитетов, как Екатерина Гамова даже. Естественно, все волейболисты получают награды, хотя вот нагрузку вынесла, конечно, на местном статусе шестерка. Кстати, Джордан Ларсон становится обладателем такого скромного, но рекорда и даже в чем-то удивительного. Она первая зарубежная волейболистка, кому удалось два раза выиграть чемпионат России. Вот так вот вроде бы столько имен ярких и великих играло в нашем чемпионате. Первой, кому удалось дважды победить в нем, Джордан Ларсон. До этого лишь Наталья Ханикоглу дважды становилась чемпионком. Но она-то россиянка, вышла свою замуж за советского гражданина и принявшая гражданство Турции. Так что ее два титула, они, конечно, титулы по факту легионера, но по сути своей не совсем все так, да? Поздравляем, Казанская и Динамо. Действительно, сезон они завершили на достойно. Ну, по-другому просто, наверное, не должно было быть, потому что Кубок России не смогли выиграть в Лиге чемпионов. Успехов тех, которых планировали добиться, не удалось, хотя команда играла в финале четырех и была достойна, наверное, и большего, чем третье место. Но это тоже успех, это тоже шаг вперед, есть куда стремиться. Так что в следующем сезоне есть еще что выигрывать. Ну и сейчас непосредственно трофей за победу в чемпионате страны президент ВФВ Станислав Шевченко передаст руки Марии Борисенко. Да, вот такое тотальное преимущество получается казанских команд в нашем волейболе последние годы. Три титула у мужчины, сейчас они максимально близко подобрались к четвертому, одержав сегодня победу во втором матче столичной Динамо. И второй успех подряд волейболисток казанского Динамо. Команда не так давно заявляла о своих серьезных притязаниях, но прежде всего, конечно, комплектации, и быстро достаточно добилась серьезных успехов. Ну и гимн России. Я пою. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что ж, прозвучал гимн России, прозвучал в честь победителей волейболисток Казанского «Динамо». Ну и стало быть, чемпионат России вот после этого теперь уже окончательно, можно сказать, завершен. И большинству из игроков, участвовавших в сегодняшнем матче, уже в ближайшее время предстоит объединить свои усилия, чтобы в составе национальной сборной России постараться добыть путевку на Олимпийские игры. Для этого предоставляются две попытки, но постараться надо, конечно, сделать это с первой в Анкаре. Если не получится, потом еще один турнир Японии нашим девушкам предстоит. Мы пожелаем им не только хорошо сыграть, но отдохнуть, набраться сил. Если будет такая возможность, и как следует подготовиться уже к Олимпийским играм в Лондоне, где мы, конечно, на наш женский волейбол очень-очень рассчитываем. Ну и на этом нам остается только попрощаться. С вами был комментатор Владимир Скицков. Всего доброго.